Добрый день, уважаемые телезрители! Мы находимся в шоу-руме университетского телевидения, телевидение Казанского федерального университета. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить проблему, которая в последний год, может быть чуть больше года, выходит на первый план в общественности, в экологической общественности, в коридорах власти, как принято говорить, и в офисах инвесторов существующих и потенциальных. Речь идет о строительстве Казанского мусоросжигательного завода. Нужен он, не нужен он, если нужен, почему, если не нужен, тоже почему. Вот примерно на эти вопросы мы постараемся сегодня найти ответы. Не окончательные, конечно, но тем не менее. И я уже до начала эфира обращался к участникам сегодняшней нашей встречи, ожидаемой дискуссии, с тем, чтобы мы поменьше эмоционировали и побольше обращались к доводам разума, к фактам, к аргументам. И вроде бы я был услышан, посмотрим, как пойдет. Но прежде чем мы перейдем к этому, как пойдет, непосредственно к дискуссии, я, видимо, должен представить спикеров, как это принято говорить, основных участников. Я начну с эко-активистов, то есть представителей тех, кто категорически, насколько я понимаю, против мусоросжигательного завода в Казани. Это Гульнаса Смирнова. Пожалуйста, вы можете ее поприветствовать аплодисментами. Кроме того, рядом с Гульнас у нас заместитель главы Казгоросполкома Искандер Анварович Гениатуллин. Я думаю, что тоже подавляющему большинству здесь он уже известен. И телезрителям известен, тем, кто интересуется проблемой строительства МСЗ. Рядом противная сторона. Поймите меня правильно, противная не в смысле плохая, а противоположная. Один из лучших, с моей точки зрения, если не лучший, на сегодняшний день журналист, который пишет на тему экономики, коллега мой, чуть не сказал Дамир, не назвав именем отца, Альберт Бигбов. Спасибо, спасибо, Альберт. Ну и, наконец, если у нас все пойдет так, как я себе это представляю, ну вы, наверное, догадываетесь, что некий примерный сценарный ход мы все-таки обдумывали, прежде чем начать эту программу. Я думаю, что мы закончим академическим, на академической ноте, предоставив обобщающее такое слово Светлане Юрьевне Селивановской, это директор Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор. Ее, я тоже думаю, достаточно многие знают. Ну вот, представления на этом закончились, и прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы, чтобы присутствующие и телезрители тоже освежили в своей памяти события почти ровно годовой давности. Одну из первых, наверное, встреч противников мусоросжигающего завода с мером Казани Ильсуром Медшиным. Я попрошу аппаратную сейчас дать нам этот ролик, этот сюжет сделали коллеги с телекомпанией. Горячие споры вокруг строительства мусоросжигательного завода продолжались около двух часов. Жителей Салават-Купре интересовало, например, почему потенциально опасные предприятия решили строить вблизи молодого микрорайона, где много родителей с детьми. Огромное количество электроэнергии, газа, воды, канализования и соответствующих дорозной инфраструктуры, которая не во всех точках Казани есть. И нет 10 гектаров свободных. Казань ежедневно производит 1600 тонн мусора, отметил мэр. Потому вопрос, куда его утилизировать, стоит более чем остро. Активисты предлагали свою альтернативу – сортировку и дальнейшую переработку отходов. Но сами экологи при этом признаются, что на воспитание этой культуры понадобятся долгие годы. При этом они категорически против строительства завода. Судя по громким отзывам и судя по количеству спиртец, который здесь против этого завода, завод не нужен. Всего в мире 600 мусоросжигательных заводов. Они есть и в Европе, и в Америке, и в Японии. Причем к их работе у экологов вопросов не возникает. Однако эти аргументы казанцев не убедили. Они предложили мэру переехать жить поближе к будущему предприятию, раз оно так безопасно. Ильсур Медшин не отказал. А давайте вы с вашей семьей в радиусе 5 километров поселите около этого завода. Да! Аплодисменты! 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 У меня четверо детей. Достаточно будет, если один из них там будет жить в Николаевне. А я буду приезжать в то выходные. И ничего не так. Аплодисменты! Аплодисменты! Поддерживали возможную стройку, на собрании были единицы. Мусорожигательный завод намного экологичнее, чем просто мусорка. Мусорок все будет больше и больше, потому что мы каждый день едим, каждый день выбросов. Завершая встречу, мэр еще раз подчеркнул, что у активистов будет возможность поехать за границу, чтобы лично увидеть, как заводы работают там. Кроме того, активистов включили в рабочую группу по горячему вопросу. Мы предлагаем создать постоянную рабочую группу. Информация будет открыта. Вы будете члены рабочей группы, наряду с нами, наряду с нашими коллегами из Министерства Николой, Межинкорфестроительства и получать всю необходимую информацию. Эта встреча не последняя. Следующая состоится 14 апреля уже с участием компании, которая, как планируется, займется возведением завода. Отлично. В связи с тем, что мы сейчас увидели, у меня несколько уточняющих вопросов. Прозвучала идея, что там будет создана какая-то рабочая группа, и в эту рабочую группу войдут представители, назовем их так, экоактивистов. Здесь присутствующий есть кто-нибудь, кто в эту группу вошел? Есть. То есть она создана? О, довольно много. Спасибо. Второе. Кто-то знает, кто-то из сыновей Ильсура Раисовича переехал поближе к Салават-Купере или к этой зоне, или это еще только планируется? Может быть там... Ну как неподтвержденное слово, наверное, это весомое слово. Он надеется, что провод не будет подстроен. А-а-а, ну хорошо, что вы знаете его мысли, я рад. В целом, обобщая, что изменилось? Вот год прошел. Месяц. Месяц. Встреча 5 апреля. 17, это этого года? Ну и что-нибудь? Вторая встреча была? Мэр, нет. Что изменилось? Три протокола на наших телесах. Одну минуточку, я сейчас задам один технический вопрос аппаратный. Вот мы сейчас микрофон никому не передавали. Да, пожалуйста, это небольшая накладка прямого эфира, говорите в микрофон. Первый комментарий. Эта встреча была не год назад, эта встреча была 5 апреля 2018 года. Я была на ней лично, у меня есть видеозапись. Если вы не знаете, что это было не год назад, год назад еще не было информации о том, что завод будет в Осиново в принципе. Так что вы можете понимать, что встреча в Салават-Купере не могла быть в принципе год назад. Это было просто неактуально. Что изменилось? С тех пор составлено 4 протокола на наших активистов, активистов в движении против мусоросжигательного завода. Все они присутствовали на этой встрече с Алисуром Раисовичем. Вы считаете, что это способ давления? Да, мы считаем, что это способ давления. Также была разбита машина у одной из активисток. Был проведен обыск в машине юриста нашего движения. Это было буквально вот на днях. Да, это интересная и впечатляющая информация. Правда, какая-то часть ее, я так понимаю, нуждается в проверке или в уточнении. Но тем не менее, вас услышали, вы высказали. Можно еще один комментарий, пожалуйста. Я хотел бы спросить, что дальше? Вы как себе видите дальше развитие событий? Можно я один небольшой комментарий? Если вы видели в ролике... Вы, может быть, теперь назоветесь уже? Вера Керпеля, я живу в Казани. Все понятно, спасибо, Вера. В Салават Купре на встрече мэр Казани сказал, что будет создана группа по вопросу обращения с отходами в Казани. Мы в нее записались и уже после этого узнали, что эта группа называется не по вопросам обращения с отходами, а по вопросу строительства мусоросжигательного завода. Это название что-то изменило принципиально? Принципиально меняет. Одно дело, если мы решаем глобально, что мы делаем в республике с отходами, какой лучший способ обращения с отходами, какой соответствует законодательству, который наиболее экологичен и экономически выгоден. И другое дело, когда мы просто обсуждаем нюансы строительства мусоросжигательного завода. На мой личный взгляд, это две принципиально разных позиции. И когда так разница с разницей всего лишь в два дня, подход властей, что 5 апреля мы говорим, что это группа по обращению с отходами рабочие, а 6 апреля выясняется, что это рабочая группа по вопросам мусоросжигательного завода, ну как бы о чем здесь говорить? Какой может быть диалог? Я думаю, говорить еще есть о чем. Искандр Иванович, вы можете прояснить или прокомментировать ситуацию? Ну, честно говоря, на мой взгляд, это совершенно не принципиально. И то, что это не принципиально, оно подтвердилось в ходе наших бесед и общения. То есть, когда мы говорили на первых встречах, что мы принципиально не готовы и не будем ни одного слова про МСЗ говорить, а спустя месяц оказалось, что нам совершенно не о чем разговаривать, кроме как об МСЗ. И в ультимативной форме было об этом сказано. Поэтому я считаю, что именно вот этот факт, как называется группа, не имеющая юридического статуса, кстати, не утвержденной никаким распоряжением правительства или кого ли, о чем мы с самого начала знали все, на мой взгляд, совершенно не имеет никакой решающей роли. Мы в любом случае ни разу ни на одной встрече, ни в интернет-общении не обсуждаем вопросы строительства или запрета МСЗ. Мы пытаемся обсуждать вопросы, каким образом решать проблему образования и утилизации отходов. Все-таки эта проблема выходит на первый план, да? Как решать проблему утилизации отходов? Она ключевая. Я хотел бы сейчас просто понять, вот у нас здесь мы до эфира разговаривали, да, извините, я к стыду своему не запомнил ваше имя. Вы, вы, вот с бородкой. Да, да, вы. Антон. Скажите, пожалуйста, вот вы мне сказали, что вы сами живете, ну, фактически там рядом со Самосыровской свалкой. И кое-что вы мне рассказали о том, как вам там живется. Вы можете это сейчас повторить? Да, в Самосырово на сегодняшний день три свалки, да. Я жил в Самосырово, у нас, скажем, нет водопровода. Извините, пожалуйста, аппаратный, можете сейчас поставить этот ролик, где мы Самосырово снимали? Пока рассказывает о том, чтобы мы полюбовались. Мы тоже снимали. И вы тоже снимали. Там три свалки, и планировалось изначально, что там будет еще мусорожигательный завод. Ну, и там же будет захораниваться золошлаки. Зола и шлак. На вопрос к администрации города, планируется ли проведение водопровода, чтобы жители питались чистой питьевой водой, а не грунтовой зараженной. Мы привыкли собирать и средства массовой информации, и журналистов, да и гостей. Извините, он недодолго. Говорите, да. Перебил меня. Вода грунтовая заражена токсинами со свалки, мы это все прекрасно понимаем. Но ничего администрация города не делает для того, чтобы мы пили чистую воду. Тогда о чем можно говорить, если даже на таком бытовом уровне не может администрация обеспечить безопасность жителей? При том, что жителям уже был нанесен экологический ущерб во время пожара на самосырской свалке. И на сегодняшний день никто не понес ответственность за это. Никто не знает даже, проводились ли какие-то исследования, но предмет того, какой урон нанесет окружающей среде и людям. То есть в таких случаях, да, это техногенные катастрофы, пожар на свалке. Проводится исследование пищи, то есть куриные яйца, молоко, коровье, козье, в том числе грудное молоко у женщин, да, исследуется на диоксины. Этого всего не было. Ну вот то, что вы сейчас рассказали, это... То есть мы отказываемся от МСЗ, продолжаем жить вот в этих обстоятельствах. У мусоросжигательного завода три альтернативы. По-старому захоранивать, как было, построить мусоросжигательный завод, а третий вариант это внедрить раздельный сбор отходов и довести его до 80%, как в городе Сан-Франциско, к примеру. Как во всем цивилизованном мире. Прекрасно. Антон, я просто готов поаплодировать, у меня одна рука занята бумагами. Спасибо. Спасибо, нашлись. У меня вопрос, Вера, я вернусь к вам, да, дайте, пожалуйста, Вере микрофон. Вы ведь живете в этом комплексе Салават-Купере? Нет, я живу не в этом комплексе. А кто-нибудь в этом комплексе живет из Салават-Купере? Из сидящих здесь? У нас здесь есть жители авиастроительного района, которые тоже не далеко. Нет, 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 минуточку, авиастроительный, вахитовский, все понятно. Из Салават-Купере кто-нибудь есть в студии? Мы прекрасно знаем все их проблемы. Я живу там. Вы понимаете? Осиново есть, другие поселки рядом. У меня Салават-Купере. Тура. Это там, где горел этот торговый комплекс в 15-м году? А, а у вас старая Тура. Все понятно. Я почему об этом спрашиваю, потому что, ну, в моем представлении, ну, наверное, я думал, что здесь соберутся как раз те, кого это вот касается буквально, да, вот, шкурой, да, то есть, это эти ребята из Салават-Купере. Я хотел просто у них сейчас, вот после того, что Антон рассказать, поинтересоваться, ну, я сейчас обращаю вопрос ко всем, кто на него готов ответить. Вот у этих, у ребят, у жильцов Салават-Купере я хотел просто спросить, а вот они сами уже наладили этот, прости господи, раздельный сбор отходов? Можно я отвечу? Вы в курсе? Я разговаривала с ними, в том числе, на эту тему, и у меня вопрос, а почему они должны заниматься тем, чтобы налаживать раздельный сбор отходов? Я могу сказать, что жители прямо на собрании с мэром говорили, поставьте нам контейнер для раздельного сбора. Я ровно, Вера, я ровно об этом и спрашиваю. Вот у них, наверное, ТСЖ или управляющая компания, которая может принять решение, заключить договор с оператором, с мусоросортировочной станцией, поставить контейнеры, чтобы кто-то контролировал, что эти контейнеры заполняются нормально, что пластик складируется отдельно, что бумага отдельно, что бумага не загрязняется пищевыми отходами. Вот о чем будет речь. Когда мне говорят про Сан-Франциско и про 80%, вы знаете, я в свое время, мне попалась книжка на глаза, я ее почитал, воспоминания Адамса, это, по-моему, второй или третий, не буду врать, президент США. Он жил в Бостоне в каком-то там мохнатом 1700 году, и у них в квартирах была горячая вода, и он сетовал на то, что бронзовые краники нагреваются. Почему, понимаете, да? Вот Сан-Франциско, мы не Сан-Франциско, к сожалению, и эту культуру, и не Швейцария, совершенно верно. Вы хотите сказать, что не верите в то, что мы сможем раздельно собирать отходы? А почему мы не они-то? Вот я хочу понять. Это власти виноваты, что мы не они, что мы по-прежнему вышвыриваем во многих случаях и во многих домах отходы мусор буквально вот с лоджии, с балконов? Вы понимаете, какой момент? Можно я отвечу тоже? Да, конечно, Гульнас. Здесь вопрос какой. Нам мусоросжигательный завод преподносит как некую данность, от которой мы практически отказываемся сейчас своим таким высказыванием. Но почему-то вот раздельный сбор, как такую обязательную точку внедрения на пути обращения с отходами нам не преподносит. Нам вот выкатили это постановление Кабинета министров от января 25 марта 17 или января, могу ошибаться, о введении обязательного раздельного сбора отходов на территории Республики Татарстан. Там написано, раздельный сбор отходов должен быть обязательным. А что будет тому, кто не будет соблюдать этот раздельный сбор, а ничего не будет. А почему-то вот в европейских странах, в том же Сан-Франциско, в Америке, почему-то так не подходит, в Японии так не подходит. Почему-то там за то, что человек не сортирует мусор, с него берут больше денег. Например, мусорные пакеты для несортированного мусора, в той же самой Швейцарии, они стоят ой как дорого. И тариф на вывоз несортированного мусора, он в несколько раз дороже, чем раздельно собранные фракции. А почему же у нас так не делают? Дело не в том, что жители смогут или не смогут, а дело в том, что у властей, к сожалению, нет цели добиться того, чтобы раздельный сбор отходов в нашей стране достиг хотя бы 30%, как в Испании. Я понимаю вашу аргументацию, я во многом с вами согласен. Сейчас мы вернемся непосредственно к теме МСЗ, чем он плох, чем он, возможно, хорош. У нас есть сторонник, кстати, в МСЗ. Но я хотел бы просто в качестве короткого комментария, сейчас Антон, минуточку, вам ответить. Конечно, власти, конечно, власти должны заставать и так далее. Я могу привести пример просто своей семье, своей младшей дочери. Несколько лет назад она просто перестала пользоваться пластиковыми пакетами. Она носит с собой холщовку, простую сумочку. И ее подруги многие начали делать, и друзья начали делать так. Это наша сторона, это наша часть, и мы должны это тоже признать, правда? Что мы должны и собственную культуру немножечко подтягивать, воспитывать сами себя и воспитывать окружающих. То, что вы сказали про постановление Кабмина, я могу вам в ответ еще с полсотни привести, если не сотню примеров, федеральных нормативных актов. Когда они принимаются, а ответственность за неисполнение по существу не прописывается. К сожалению, это тоже часть нашей реальности. Мы не будем сейчас углубляться, каким образом она стала возможной, эта часть, благодаря, может быть, пассивности в том числе и нашей, в качестве избирателей, или части нашей в качестве избирателей. Это немножко другая тема, но то, что МСЗ сейчас стал ключевой точкой, да, и, как правильно было уже здесь замечено, конечной, да, конечной точкой. Хотя мы все здесь понимаем, что он не должен быть конечной точкой, он должен быть конечной точкой процесса, но ему должно предшествовать еще что-то. Давайте мы непосредственно пока по МСЗ, все-таки я хотел бы послушать вот коллегу Бигбова. Почему так настойчиво РТ-инвест, кстати, на всякий случай, РТ-инвест это не Республика Татарстан-инвест, это Ростехинвест, да, чтобы ни у кого не возникло... А? Почему Лобов? Я просто не овладею этой информацией. Лобов, Лобов там, не Лобов. Это принципиально, как фамилия человека, да? Хорошо, давайте, я сейчас, там у меня поспрашивают люди, полазят по интернету, мне сообщат. Альберт. 21 декабря, вы знаете, 2016 года был принят приоритетный проект «Чистая страна». Проект этот приоритетный в рамках всей страны и был поддержан как и правительством России, так и непосредственно президентом России Владимиром Путиным. Согласно этому проекту на Казань упала такая, возможно, даже нелегкая ноша, но выступить полигоном, стать самым передовым регионом в стране по технологиям и по технологиям обращения с мусором. Здесь задекларирована цель – нулевое захоронение отходов. В эту цель входит не только мусоросжигательный завод, но и целая инфраструктура по раздельному сбору мусора, без которой тот же самый мусоросжигательный завод просто не сможет функционировать. Слава Богу, что действительно Казань выступила здесь таким регионом, потому что, на мой взгляд, здесь такой предоставляется шанс, о котором, если мы им не воспользуемся, мы будем о нем жалеть. А шанс заключается в следующем. Вот это НСЗ, мусоросжигательный завод, построенный по западным технологиям, весьма уважаемой фирмой, у которой 30% мирового рынка таких заводов, проверенная, обкатанная, как они сами говорят, релевантная технология. Вот у нас будет этот завод стоимостью 28 миллиардов рублей. 28 миллиардов рублей – это огромная цифра, и в бюджете республики, ни в бюджете города, ни в бюджете тем более Осинова таких сумм нет. И в ближайшее время вряд ли появятся такие суммы, но здесь можно, конечно, сетовать о том, что действительно там в федеральный центр уходит много налогов, но что имеем, то имеем. И вот эти 28 миллиардов, тут инвестор еще немножко лукавит, когда говорит, что будет строить сам на свои деньги. На самом деле эти все деньги будут собираться по всей стране, на оптовом рынке энергии, по договорам по предоставлению мощности. В течение 18 лет, там срок окупаемости завода так заявлен, а тарифы будут увеличены по всей стране. Для населения? Подсчитали. Всего на 15 рублей произойдет увеличение платежки, или 0,3%. Есть расчеты, и неоднократно специалисты с этими расчетами выступали, в том числе и в республиканской печати. Могу вас отослать, допустим, к статье в Казанферсте, в нашем казанском издании. И вот есть такой шанс. По сути, нам построит завод страна. По сути, у РТ Инвеста появилась реальная заинтересованность здесь влить достаточно хорошие средства не только в сам завод, но и если они через дочернюю структуру выиграют статус регионального оператора, то, учитывая их капиталы, здесь действительно можно ожидать существенных вливаний как и в инфраструктуру раздельного сбора, так и в строительство 14 мусоросортировочных линий, как они заявляют, так и вообще во всю структуру обращения с совкодами. Это дорогое удовольствие. И то, что сейчас делает исполком в этой мере, оно упирается именно в ограниченные финансовые возможности, потому что увеличивать, потому что бюджет исполкома не резиновый, и каждый миллион здесь на счету. Если мы сейчас своими протестами откажемся от мусоросжигательного завода, к чему мы придем? К тому, что в 2026 году в Казани вообще не останется места для захоронения или, может быть, гораздо более страшные события. То, что мы видим сейчас, идет Великая мусорная война в Подмосковье, Волоколанск, Балашиха, где там уже идет столкновение активистов и жителей с силовиками, с грузопереводящими предприятиями. Какая еще альтернатива? Нам говорят, что есть третий путь, стопроцентная переработка, но его нет, потому что даже ведущие страны в этом, есть пример Германии, где этот процент всего лишь 60%, они лидеры в этом направлении, где 60% идет так называемую утилизацию. Так, я надеюсь, я вас убедил. Одну минуточку, Альбедо, закончил? Да. Сейчас, коллеги, сейчас однуточку. У меня маленькое уточнение. Промелькнула цифра 14 мусоросортировочных станций. Они включены в ту смету в 28 миллиардов? Это есть официальная заявка по этому поводу? Нет, они идут отдельно, они идут отдельно. То есть, по этим, мне кажется, вот сейчас мы к ключевому моменту приходим, да? По этому вопросу никакого конкретного решения. Я правильно понимаю? Да. Немножко коллега заблуждается. Дело в том, что эти 14 мусоросортировочных станций были в первой редакции территориальной схемы обращения с отходами. Вторая редакция схемы обращения с отходами Республики Тарстан, которая была утверждена постановлением Кабмина в марте этого года, о чем говорила Гульнас, предполагает строительство на промплощадке мусоросжигательного завода большого перерабатывающего комплекса, который весь объем отходов для Казани будет перерабатывать. И Казань в этом варианте тер-схемы обособлена в отдельный, значит, узел, который не смешивается с остальными потоками отходов по Республике Тарстан. И еще раз, вот эта вот вся инфраструктура, она не входит в проект мусоросжигательного завода. Это два совершенно разных независимых финансовых проекта. Отлично. По второму, во-первых, уточнение, по логистике. Получается, что все должно будет вестись вот на этот, условно говоря, мусороперерабатывающий полигон рядом с мусоросжигающим заводом со всего города. И из Ленодольска тоже. В Казани на сегодня существует четыре мусоросортировочных станции. На одной из них мы с коллегами побывали, еще три, кроме этого, есть. Значит, из этих трех площадок, одна, на которой мы были, будет перенесена в другое место, поскольку по ней проходит проект линии высокоскоростной магистрали, не знаю, будет реализована, нет ли. Значит, одна на улице Родина остается в существующем формате, будет работать. Еще две перепрофилируются под переработку строительных отходов. И плюсом к этим пяти площадкам, значит, будет, ну, терт схемы предусмотрены к 22-му году строительства мощного комплекса на территории промплощадки завода. Все понятно, спасибо. Я так понимаю, что есть соображения, возражения. Гульнас, давайте, извините, она сидит в президиуме, давайте мы с нее начнем. Дело в том, что вот этот экотехнопарк, который планируется построить рядом с мусоросжигателем завода, мусоросортировочная станция одна большая, которая будет использовать некоторые способы сортировки, ее эффективность значительно ниже, эффективность сбора вторсырья на такой станции значительно ниже, чем раздельный сбор отходов на этапе потребителя. Согласно данным тер-схемы, правда, старые, но как бы это все данные... Гульнас, извините, что я вас перебью, извините, что я вас перебью. Вы полагаете, что вот на этот технопарк, как вы выразили, будут вестись отходы скопом все вместе? Они будут вестись скопом, но они будут сортироваться на этой станции. Нет, они должны туда поступать скопом, я повторю вопрос, или они уже сортированы должны туда приступать? Несортированный мусор туда будет поступать, но эффективность сортировки на мусоросортировочной станции, согласно данным тер-схемы, всего 12%. Об этом черном по белому написано в тер-схеме. Понятно. Давайте передадим вот сюда. У нас с первого ряда никто еще не высказывался. Микрофон, кто работает? Я только одну фразу скажу. Тер-схема предполагает внедрение раздельного сбора до того, как отходы попадут на сортировочную станцию. Вот это существенно очень уточнение. Это обязательно условие, которое прописано в требованиях к региональному оператору, который будет внедрять раздельный сбор и уже отсортированный на первичном этапе будет ввести его на сортировочную станцию. У нас пока не определен этот региональный оператор? Не определен. Мы не входим в ассоциацию «чистая страна», да? Почему-то? Не определен. Не определен. Когда это планируется? Со следующего года он должен начать работать. Да. Микрофон у кого? Давайте с вас, с дамы начнем. Елена Бекташева, юрист. Что ближе? Говорите, говорите. Вот по вопросу раздельного сбора. Дело в том, что ни терсхемы, ни правилами по организации раздельного сбора в Республике Татарстан нет четкого ответа именно по самой процедуре раздельного сбора. То есть там есть несколько вариантов, которые должны выбрать неизвестно когда. Но дело в том, что я поясню региональному оператору, когда он будет избран, будет утвержден тариф, ему будет невыгодно ввести вот это мелкое разделение по фракциям, потому что это никому не выгодно возиться с большим количеством контейнеров, вывозить их по-разному, складировать и так далее. Ему будет выгодно собрать максимум два контейнера, разделив их как-то. То есть вот дуальный сбор предлагает, что в одном контейнере будут пищевые плюс те, которые несортируемые, а в другом контейнере фракции, которые более-менее могут быть переработаны. Ну какие-то, да. То есть вот все, собственно, на что, скорее всего, регоператор скажет, измените мне теперь схему, сделайте ее вот так. Вы предвосхищаете сейчас запросы регионального оператора, правильно? Я не предвосхищаю, просто я много изучала, и даже, например, в Питере, где немножко быстрее идет этот процесс, чем у нас, все уже на это жалуются. То есть люди, которые хотят раздельный сбор и сделать его эффективным, они сталкиваются с бизнес-интересами регоператора. Тем более, что если, как правильно сказала Альберт, у нас регоператор, этот будет лицо связанное с РТ-инвестом, то есть с тем же заводом, он будет работать с ним слаженно и вкупе. Заводу невыгодно и неинтересно делать раздельный сбор, потому что он может сжечь все. Кроме того, по самой тер-схеме уже этот процесс, он заложен в ней. Почему? Потому что цифры все об этом говорят. Сама тер-схема разработана на прогнозное значение мусора к 22-му году в Казани. Это 550 тысяч тонн. Завод будет на ровно эту же цифру. То есть поэтому здесь нет какого-то мусора, вычленяющегося, подлежащего переработке. Ничего не уходит, понимаете, по цифрам. Это тот случай, когда я, иногда я буду вас перебивать, вы уже поняли, да? Вот когда вы играете двумя цифрами, там 550 и тут 550, вот это немножко такая, как бы помягче выразиться. Из того, что мощность завода 550 тысяч тонн, одну минуточку. Это документы цифр-схемы. Нет, 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 я не сомневаюсь в цифрах. Я хочу вам немножко другое сказать. Из того, что мощность завода 550 тысяч и прогнозный объем отходов, который будет в Казани, тоже 550 тысяч, вовсе не следует, что все эти отходы вот так вот чехом попадут на завод. Почему вы вот на этом основании делаете вывод? А потому что предложите другую систему. Вот понимаете, нам о чем вы сказали? Извините, завод может быть недогружен? Нет, потому что, как правильно сказал Альберт, есть договор ДПМ, который связывает завод. Он обязан поставлять эту мощность. 55 мегаватт мощности он должен быть. Совершенно верно. И максимальная загрузка – это 90%. Это установлено, посмотрите, это открытая информация в интернете. Можно маленькую ремарку сделать. Что такое ДПМ? Это договора на предоставление мощности. Мощность – это еще не электроэнергия. Это готовность выработать электроэнергию. То есть, этот платит. Завод, в принципе, он может вообще стоять. Заводу будут оплачивать. Выслушайте, выслушайте. Нет, давайте, минуточку, минуточку. Вы до сих пор друг друга слушали, давайте продолжим в том же режиме. Заводу платят именно за готовность выработать эти пресловутые 55 мегаватт. За готовность выработать. Да, готовность. За то, что он включится и даст вот эти 55 мегаватт. Это первое. Второе. Я бы хотел обратить ваше внимание на сегодняшнее интервью господина, хорошо знакомый вам господина Тимофеева, генерального директора АГК-1 в электронной газете «Бизнес онлайн». Он там сказал очень интересную такую ремарку. Он сказал, что мне невыгодно, чтобы ко мне шел несортированный мусор. И вот почему. Потому что дело в фильтрах. Если ко мне пойдет плохо сортированный мусор, то фильтры придется менять через каждые два месяца. Если будет нормальный мусор, то фильтры будут меняться каждые девять месяцев. Это его слова в сегодняшней статье. Если вы можете проверить, почитать. Это прекрасно. Но это не отвечает на вопрос, который по цифрам мы видим в терр-схеме. Заложена эта проблема. Понимаете, что завод, он должен быть загружен полностью, поскольку инвестор, он, РТ-инвестор, это коммерческая структура, он не может работать без прибыли. Ему выгодно поставлять больше. Он заложен цифрой, что он должен быть загружен на 550 тысяч тонн. Он и будет на эту цифру загружен. Если какие-то фракции будут выделяться, и количество тоннажа будет меньше, то инвестор вынужден будет изменить терр-схему. У него такое право есть, в тексте заложено. И ввозить мусор из других регионов. То есть Казань будет… Мы должны просто всем об этом рассказать, и подготовить людей, что не только наш мусор, но мусор из других регионов. Я вам могу больше рассказать. Два года назад в Швеции возникла совершенно такая же ситуация. Они столько настроили мусоросжигающих предприятий, что у них кончился мусор. И в Швецию, где, как некоторые тут мои коллеги выражаются, самые свирепые звери-экологи, везут мусор из сопредельных государств, и они перерабатывают, и там еще никто не умер. Перерабатывают или сжигают? Сжигают в том числе. Минуточку, минуточку. Вот не ловите меня за язык, потому что я сейчас тоже начну этим заниматься. Это увлекательное занятие, но малопродуктивное. И сжигают. Я бы хотел уточнить экономический смысл ДПМа. Вот в чем он заключается? Заключается договор на 15 лет. И туда еще, помимо окупаемости самого завода, помимо окупаемости капзатрат, докладывается уровень доходности. Поэтому договора ДПМ и называют, к ним очень много претензий, их называют нерыночными, потому что по сути все потребители оплачивают, всей страны чехом оплачивают строительство новых генерирующих мотностей. Государство пошло на это не от хорошей жизни. И сейчас даже получилось, что по этим договорам ДПМ понастроили обычной энергетике 20 гигаватт лишних. То есть огромное какое-то совершенно дикое количество понастроили лишнюю энергию, но государство эту программу ДПМ в обычной электроэнергетике сворачивает и переключается на так называемую зеленую энергетику. И вот сейчас вовсю заключаются эти договора ДПМ и по ветроустановкам, и по солнечным. Вот в Ульяновске там сейчас, как вы знаете, вводится огромный ветропарк, и там тоже будут... И по сути вся страна будет оплачивать эти ветряки. И у нас будет точно такой же механизм. У нас вся страна оплатит строительство этому сроджевательному заводу. В чем и есть уникальный шанс. Альберт хочет сказать, что нам не о чем беспокоиться, за нас все заплатят, а у нас будет классный МСЗ. Я правильно понимаю, да? Можно я еще добавлю? Гульнас, вы уже... Давайте мы все-таки будем давать людям, которые не выступали еще ни разу. Вот я вижу молодой человек с большим трактатом на руках. Назовите, пожалуйста. Меня зовут Александр, а я являюсь дизайнером интерьеров. У меня вот такой вопрос к вам. Ко мне? Нет. К Альберту Доминовичу. А, к защитнику МСЗ, скажем так. Ну, я не знаю, защитник он или нет. Вот я сегодня прочитал статью в газете «Известия», где зам главы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал о том, что в России с 2019 года появляются эко-технопарки, то есть мусорные кластеры, в которых сортируют и перерабатывают отходы, а также создают новые товары из старичных ресурсов. И чтобы стимулировать бизнес, то есть, например, вот опять же, регионального оператора, им планируют предоставлять субсидии на процентные ставки по кредитам и компенсировать часть прямых затрат на строительство. Сегодня же в газете «Бизнес онлайн», о которой вы сейчас упомянули, Игорь Тимофеев сказал напрямую, что 80% затрат на завод это банковские заемные средства. Вот теперь внимание вопрос. Как вот данные поправки в федеральный закон о промышленной политике, о котором вы нам говорили про 2015 год, соотносятся с идеей мусоросжигательного завода? Не лучше ли построить сразу мусороперерабатывающий завод и избавиться тем самым от проблем с сжиганием мусора? То есть вы хотите сказать, что сжигание можно исключить из процесса вообще на 100%? Нет, сжигание, оно должно быть конечным. То есть сначала должен быть раздельный сбор, сортировка, а потом уже сжигание того, что нельзя было сортировать. Конечно, конечно. То есть цепочка, извините, сейчас надо... Цепочка-то как раз такая же. Мы должны рассортировать мусор, то, что возможно утилизировать, то, что не поддается ни тому, ни другому, отправляется на сжигание. Еще у нас сжигание не должно иметь вообще места. Что? Здесь сжигание не должно иметь вообще места. Весь неперерабатываемый мусор можно переработать. Отечественной технологией. Где-то в мире есть такая... Пример есть? Вы можете привести? Например, есть страна... Где 100% мусора перерабатывается, нулевое сжигание. 100% не бывает в принципе. 100% не бывает в принципе, но есть страны без сжигания вообще. Есть страны даже, которые... А чем это отличается от 100% не бывает и без сжигания вообще? Без сжигания вообще это разнее 100%? Есть... Вы слушаете доконтакт. Я уточняю, ничего? Да, пожалуйста. Есть страны, которые выпустили даже законы, запрещающие строительство МСЗ на их территории. Это Филиппины. Не так далеко от США. Есть город Сан-Франциско, который стремится к 100% переработке всех отходов. Есть много отечественных технологий, которые вы можете без проблем найти в интернете, которые позволяют перерабатывать отходы, которые не подлежат тому, чтобы из них забрать вторичные ресурсы. Поэтому сжигание это совсем необязательный этап в конце цепи переработки отходов. Более того, есть 89 ФЗ, закон о отходах производства и потребления, в которых в статье 3 прописаны приоритеты госполитики в обращении с отходами. Шесть. Их шесть. И последнее? Последнее из них это... А пятый какой вы знаете? Нет, нет, последний. А третий какой вы знаете? Нет, нет, последний. Вы не выходите, пожалуйста. Последнее это сжигание в приоритетах или нет? Давайте, пожалуйста, сначала начнем они с конца. Да. Сначала они с конца. Утилизация. Повторное использование рециклинга – это первый приоритет. Второе – предотвращение образования отходов. Третий – снижение образования отходов и снижение класса опасности в местах образования, то есть раздельный сбор отходов. Четвертая обработка – пятое сжигание. И только шестое потом – полигонирование. То есть нам, судя по приоритетам госполитики, может все-таки отдать приоритет раздельному сбору, а не сжигание, и не утверждать, что сжигание обязательно должно быть в конце цепи обращения с отходами. Это абсолютно необязательное звено цепи. Гуляс, я понял вашу позицию. Вы закончили, да? Нет, 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 одну минуточку. Давайте мы сначала, Альберт, сейчас ты замучишься отвечать на каждый. Давайте мы соберем все, как говорится, камни в твой адрес, а потом ты разом попробуешь отмахнуться. Просто будет много. Антон, ну вот вы уже несколько раз выступали, вот человеку… Я пытался сказать, что можно выступать. Окей, окей. Можно выступать, не значит все время выступать. Правильно? Ну давайте, я вас слушаю, потеряем время. Альберт говорит, что… Подменяет понятие, на самом деле, да, о том, что если мы откажемся от мусорожигательного завода, то у нас не будет раздельный сбор отходов, и мы утонем в мусоре. Это же неправда. Вот же заложено в террасхеме о том, что будет строиться сортировочной станции, перерабатывающей комплексы. То есть мы в любом случае будем развивать перерабатывающую отрасль. Абсолютно. Вопрос в том, каким образом. То, что заложено в террасхеме, и то, как представляет себя это Минстрой, недостаточно эффективно. И такой подход, на самом деле, тривиальный, да? И когда говорят, что вот шанс нам выпал такой великой, что нам построить мусорожигательный завод, еще бесплатно нам его построить. Шанс сегодня имеется использовать силы активистов для того, чтобы разработать уникальную систему по переработке отходов. И внедрить ее. И именно для этой причины мы и вошли в комиссию, для того, чтобы озвучить наше видение. Прекрасно. Но единственная причина в том, что комиссия, к сожалению, никакой роли не играет. И мы добиваемся республиканской комиссии. А ее нет и не планируется. Когда говорится о 28 миллиардах рублей на строительство завода, на эти 28 миллиардов рублей можно построить уникальную систему переработки отходов, как в Сан-Франциско, или даже в Лучке. Исключающее сжигание. Исключающее сжигание. И при том, не только на город Казани, на всю республику. А в республике 2 миллиона тонн. Вы знаете, я очень хочу вам поверить, но почему-то мне с трудом верится. Может быть, потому что я довольно долго живу. И прекрасно знаю, чем заканчиваются самые прекрасные проекты. Смотрите, когда подходит тривиально к вопросу, когда подходит тривиально, конечно, ничего не получается. Поэтому нужно, на самом деле, брать инициативных людей, которые готовы с лопатами идти и все это делать. Слава Богу, не с мирами. Грубо говоря, бам строят. И вы меня сбили. Вы же тоже пытаетесь меня сбить. Притом, это же будет на весь масштаб республики, понимаете? А не просто на город Казань. Антон, все, я понял вас. Я понял. Вы знаете, что? Подождите, откуда деньги возьмутся? Банк даст. А банк откуда возьмется? Из пенсионного фонда. И это подтвердил Богданов, начальник отдела по обращению с отходами. Вас это радует? Меня это не радует. Это получается, что я буду платить, понимаете? Окей. Я заплачу 2 миллиона. Вы от этого отказываетесь. Откуда взяли деньги? Откуда? Откуда? Подождите, ну это же не инвестор возьмет деньги. У него своих денег нету. У него нет денег. Ну, во-первых, у него кое-какие деньги есть. А потом мы эти деньги опять же заплатим. Я не считал, но я знаю, что есть. 100% мы заплатим, все жители, опосредованно мы заплатим за это строительство. Коллеги, ребята, друзья, товарищи, да мы за все платим. Неужели непонятно? Вы просто открытия такие делаете. Ну, конечно, заплатим. Пожалуйста, послушайте, дело в том, что... Юрист, слово юристу. В соответствии с законом обращения с отходами, статья 24.5, предусмотрен экологический сбор. Все предприятия, которые упаковывают товары, они его платят. Они его платят. То есть, либо расширенная ответственность производителя предусмотрена, и сам никто ее не реализует, потому что она слишком сложная в России. То есть, никто не делает оборот тары и так далее. Все платят экологический сбор. Что такое экологический сбор? Это деньги, которые должны были быть направлены на переработку упаковки и соответствующие тары. В том числе, да. У нас что произойдет? У нас все эти деньги, они будут направлены на стройку завода, поддержку регоператора, который сделает нам мусоросортировку и так далее. Но, к сожалению, тер-схема не предусматривает предприятие по именно переработке и рециклингу вот этой вот тары, упаковки и так далее. То есть, мусора. И все эти, экологический этот сбор, мы не сможем его использовать. А должно быть так, что в тер-схеме должно быть именно этот процесс весь тонко отрегулирован, скрупулезно отрегулирован, предусмотрены по каждой фракции какие-либо перерабатывающие производства, чтобы в соответствии с тер-схемой и регпрограммой получить субсидии в виде экологического сбора в Республику Татарстан. Да, извините, вот у вас там пачка документов какая-то в руках. Это выдержки из тер-схемы. Да, я понимаю, да. Скажите, пожалуйста, на чем основываетесь вы, когда говорите, что весь экологический сбор у нас пойдет на строительство мусоросжигающего завода? Потому что иного не предусмотрено. Дело в том, что по закону экологический сбор можно получить в субъект РФ, когда утверждена тер-схема по обращению с отходом и программа. Программа настолько утверждается. Но тер-схема уже есть. Иного ничего мы сделать не сможем, чем то, что сейчас уже наработали. Поэтому мы будем связаны вот этим процессом. Построим мы завод и сортировку именно заточенную под завод и под его сжигание. Я уточню еще. То есть в соответствии с тер-схемой у нас нет перерабатывающих производств. У нас есть экологический парк, в котором, скорее всего, то есть под тер-схемой тоже такой термин вводится, будет производиться РДФ топлива. То есть из какого-то мусора, который частично сортирован, из него выбраны неподлежащие в это топливо части. Все, его будут прессовать, и оно пойдет на ТЭЦ, и также будет сжигаться. То есть нет вот именно вот этих вот перерабатыванных компонентов, их не предусмотрено. Наша тер-схема, к сожалению, она полностью заточена под производство процесса сжигания. И вот эти приоритеты, которые Гульнас обозначила, они полностью не соблюдаются. Мы, наш процесс будет противоречить федеральному закону. Все понятно. Насчет противоречия федерального закона, я так понимаю, что все-таки это довольно легко, ну, по крайней мере, по процедуре обжалуется. Я хотел бы просто, чтобы вот и присутствующие здесь в зале, и те, кто нас смотрит сейчас и слушают, телезрители, но как-то поняли одну простую вещь, что вы, мне кажется, не очень точно вот сейчас сформулировали. Весь экологический сбор уйдет на МСЗ, других источников нет. Это, Альберт об этом уже говорил, это, в общем-то, коммерческий проект, который предполагает, что инвестор, Ростехинвест в данном случае, с этого получит какой-то профит. Он под это строительство, уже было сказано, до 80% средств, необходимых на строительство, привлекает через банковские кредиты, обеспеченные какими-то залогами. Почему вы решили, что все это исключительно за счет экосбора будет? Нет, я так не решила. Но вы так сказали. Нет, основной мой, моя претензия основная о том, что нет в терсхеме четкой проработки мусоропереработки, переработки именно той, на которую должен был тратиться этот сбор. Спасибо за уточнение. Ваша соседка тянет руку. Здравствуйте, Альбина Гайфулина, активистка, юрист по образованию и профессии, роду деятельности. Два юриста рядом, и три мнения уже готовы. Да, ну вот только единственное, меня немножечко, я за всем наблюдаю, уже почти около часа мы заседаем, и меня немножко смущает настрой ведущего, потому что почему-то все наши позиции, вы как бы рубите сразу на корню, и немножко такой циничный тон звучит. Извините уже за критику, но она есть. И тем не менее, вы поддерживаете почему-то как авторитетную позицию вот некого Альберта Бигбова, которого вы представили всего лишь как журналиста. И я не пойму, на основании чего и почему мы должны руководствоваться как авторитетной позицией мнения этого господина, хотя мы его знаем, можно сказать, первый раз, ну и встречались пару раз в рабочей группе. Кстати говоря, я тоже состою в рабочей группе, которая создана по указанию Медшина, я так понимаю. И вы знаете, я не вижу результатов и пользы от этой рабочей группы, я не вижу конструктивы от нее, я не вижу юридического статуса у этой группы, и какое решение будет иметь вот эти вот коллективные обсуждения, которые у нас бурно проходят с выездами на сортировочные станции и так далее. Вот мы побывали, я в том числе, на сортировочной станции одной. И вы знаете, я пришла к удручающему выводу о том, что у нас, в принципе, не скрывают представители этой станции, сортируется всего лишь 8-10% на сегодняшний день на этой станции. Ту картину, которую мы видели, она печальна. Вы знаете, стоит небольшая линия, несколько женщин в марлевых повязках, стоит невыносимая вонь, извините меня, да? Что они там сортируют, в каком качестве и в какой структуре этот мусор попадает, нам они признают, что при такой подаче мусора они больше 10% не могут извлечь. Они нам заявляют, что да, конечно, нужно вводить раздельный сбор мусора от потребителя. Только и это может стать решением какой-то проблемы. Но на сегодняшний день мы не видим, что государство в лице органов муниципальной власти, республиканской власти хоть что-то делает для раздельного сбора мусора. Притом, как заявил Общественный совет при Росприроднадзоре, это заседание состоялось еще 30 октября прошлого года, что категорически запрещено в России строительство мусоросжигательных заводов при отсутствии условий для раздельного сбора отходов от населения. На сегодняшний день у нас ничего этого не сделано. И меня удивляет позиция госвласти, удивляет позиция господина мэра, с которым нам удалось пообщаться лично. В том числе, в какой-то степени, мне кажется, мы находим понимание с господином Гениатульным, вот здесь присутствующим. Но, тем не менее, все в один голос заявляют нам, а какая есть альтернатива мусоросжиганию. Альтернативы есть, мы о ней заявляем. Нужно вводить раздельный сбор, раздельное накопление от населения мусора и его переработку. Можно переработать до 85% мусора. Не теоретически, почему есть страны, в которых обрабатывается, перерабатывается. И давайте, знаете, поскольку мы собрались на достаточно узкой теме, вот сегодня, мусоросжигательный завод, мусороперерабатывающий, давайте уж как-то не путаться в выражениях, да, сжигание мусора — это совершенно одна технология, переработка мусора — это его альтернатива, это другая технология, которую мы предлагаем, которая использовалась и в советский период, и прекрасно она использовалась, и были результаты этому, и не прибегали к сжиганию, не было такого количества полигонов. Когда? На заре советской власти? В советский период был такой, конечно. Мы самошедшего видим, десятиэтажный дом, высота, да? Это современное уже, да, результаты последних. 75 лет туда свозили, какая современная? Давайте не путать и не загонять нас, вот активистов этого движения, в разряд каких-то маргиналов, которые ничего не понимают, ни в чем не разбираются, а просто-напросто хотят сохранить эти полигоны. Мы не хотим сохранять эти полигоны. Мы видим, что это проблема, что ее нужно решать. Но есть более цивилизованные способы решения этой проблемы, и не нужно прибегать к сжиганию. Вполне прекрасно подлежит переработке все. Нужно вводить условия. Вот смотрите, что у нас, давайте посмотрим объективно эту ситуацию. Что у нас сегодня на уровне государственной политики? У нас принята программа «Чистая страна». Но что реально делается, как преподносится эта проблема населению? Есть ли какая-то социальная реклама, которая говорит о том, что разделяется отдельно мусор? Есть ли у нас условия, инфраструктура, созданная во дворах? Я лично живу в таком доме, в котором нет ничего, даже сетки, которые ставят коммерческие структуры, эко-приоритеты и так далее. У меня нет даже этого. У меня лежит мусор, который я не знаю, куда сдать. Я его накапливаю и сдаю, езжу только раз в полгода. Почему у вас нет этой сети? А это к вопросу тому, почему государство, в том числе в лице муниципальных органов, не создает условий для раздела сбора. Вы живете в многоквартирном доме? Конечно. У вас управляющая компания, ТСЖ, управляющая компания. У вас с ней договор, да, с управляющей компанией? Да. Вы годовые собрания проводите, по всей видимости, да? Нет, годовые собрания мы не проводим. А что вы делаете? Вы как-то вообще взаимодействуете? Вы опять пытаетесь нас подвести к тому вопросу, что что-то жители должны делать. Мы готовы делать, создайте нам условия. Мы об этом заявляем. Понятно. Что население готово. Не нужно говорить, что население отсталое, что оно не готово. Давайте будем вводить, как это делалось в Европе. Для этого нужно время, для этого нужна социальная реклама. Совершенно правильно. И для этого нужно строить перерабатывающие предприятия, на которых впоследствии это раздельно накопленные и собранный мусор будет перерабатываться. Спасибо. У каждой вещи есть вторая жизнь. Мы немножечко начинаем уже повторять, конечно, по кругу ходить с аргументами. У меня буквально специально для вас маленький комментарий. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы оценили мои личные качества, в том числе психофизические, да, и состояние здесь, в этой студии. Я не буду делать этого в ответ. Вы прекрасная девушка, но вы по образованию все-таки юрист. Правда? Но вас не смущает, и вам не кажется, что это немножечко чересчур, вот очень категорично судить о проблемах технологических, переработке мусора. Понимаете? Я журналист, и я тоже себе позволяю иногда судить вот так достаточно резко. Мы с вами здесь на одной площадке, мы должны это понимать. Поэтому человек, который пишет 20 лет на темы экономики, он приглашен сюда, как журналист, который пишет на темы экономики. Представитель городской власти приглашен по понятным причинам. Правда, да? И Гульнас сидит здесь тоже по понятным причинам, не щадя живота своего. Проработал это, да? Альберт Биттус проработал этот материал. Ну, давайте, если уж у нас... Какой материал? Да, 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 совершенно верно. У нас как круглый стол консиционировалось. Минуточку, минуточку, минуточку. Вопрос о проработке. Значит, проработка заключается в том, что качество настоящего полиции журналиста в том, что он должен понимать причины следственной связи, да? Смотреть не только одну как вот ипостась той или иной проблемы, но попробовать увидеть еще ее в объеме. И вот когда Гульнас некоторое время назад говорила о том, что у нас в России куча прекрасных технологий, которые могут вообще исключить процесс мусоросжигания, я не стал ее перебивать. Но вот я сейчас возвращаюсь к этому. Мы не задаемся себе вопросом, почему такое огромное количество патентов, технологий, которые существовали, существуют в нашей стране, да, так и продолжает существовать где-то там, в патентных бюро, на каких-то складах. Я условно говорю на складах. Как минимум один ответ. Мы не задаемся вопросом. Вот мы сейчас очень хорошо и даже эмоционально, все-таки мы не удерживаем эмоции, мы же люди, хотя я просил поменьше эмоций, побольше аргументов. Мы не задаем... Минуточку. Я тоже, я живой человек. Вы хотите, чтобы я был каким-то роботом, что ли? Я не пойму. Вторая мне говорит, а вот это тоже эмоции. Есть эмоции? Есть. Нет, мы за объективность. Можно я закончу? За объективность. Спасибо. Так вот, мы не задаемся иногда простым вопросом. Вопрос об экономической составляющей, почему Бигбов здесь сидит, почему эти патенты, почему эти супертехнологии лежат и не внедряются. Да, весь набор аргументов известен, мы все ходили на митинги, мы все можем сейчас сказать долой. Минуточку, Вера. Костное государство. Государство не делает того, государство не делает того, Путин писает в подъездах. Да? Одну минуточку. А мы все равно к нему придем, потому что мы сейчас вот об этом говорим. Не всем, но мы говорим об этом. Но мы не думаем, мы не думаем, что помимо вот традиционных, стандартных, шаблонных обвинений в адрес государственной власти, в адрес ее структур, городской власти, муниципальной власти, существует еще не, вот просто не отрегулированные, тупо не отрегулированные законы экономические, когда вот эту технологию или 10 технологий прекрасных, существующих, гульнас, я вам верю, я не знаю об этом, но я вам верю, тупо невыгодно внедрять. Как точно так же, тупо невыгодно сейчас, в настоящее время, с субъектом бизнеса организовывать многофакторные, раздельные собирания и транспортировку мусора, невыгодно в силу логистики, транспортных тарифов, тарифов на энергию, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Юрий Прокрович, буквально два слова. Вот Альбина сказала о состоянии мусороперерабатывающей станции, я сам довольно-таки критично к ней отношусь, к этому объекту, но говорить о том, что сегодня там максимум 10% и так далее, и так далее, тот же руководитель этой станции заявил о том, что даже в отсутствии раздельного сбора они легко могли бы выбирать до 30% утильных фракций. Весь вопрос в том, что на них сегодня нет спроса. И вот это тот главный вопрос, который сегодня остается без ответа. То, с чего мы начинали самые первые наши с вами встречи и разговоры, то, что в стране необходимо формировать, восстанавливать, о чем Альберт Фаридович много активно говорит, перерабатывающую отрасль. То, чего сегодня в стране нет. Необходимо субсидировать производителя, который занимается производством продукции из вторичного сырья, потому что она сегодня обходится дороже, нежели продукции из первичного сырья. Вот этого сегодня в стране нет. Вот в рамках нашей рабочей группы я эти предложения очень доходчиво и внятно сформулировал, Антон. Мы их записали, решения они отражены и эти предложения направил в Госсовет, поскольку эти решения они не то, что в городе, они в республике решаться не могут в отсутствии полномочий у нас. В Госсовет эти предложения направлены для того, чтобы формировать некую законодательную инициативу и депутатам от Татарстана по крайней мере вложить в уши эти инициативы. И мы сегодня, говоря о внедрении раздельного сбора, мы же понимаем, что раздельный сбор сам по себе не панацея, но это первый шаг к тому, чтобы решить проблему накопления отходов. И если мы здесь совместными усилиями, да, у города сегодня нет полномочий, у города нет полномочий с января прошлого года, мы отстранены вообще от участия в процессе обращения с отходами законодательно, на законодательном уровне. Мы сегодня можем поддерживать предпринимателей, которые в этом бизнесе что-то пытаются сделать. И вы знаете, я вам об этом достаточно подробно говорил, повторяться не буду, что делаем мы. Но дальше вот наши возможности на этом исчерпываются. Я говорил о том, что давайте мы сегодня от теоретических рассуждений перейдем хотя бы к небольшим практическим шажочкам в этом направлении. Вот то, о чем говорит Альбина, о чем Юрий Прокопович говорил, давайте сделаем шаг и заставим свою управляющую организацию заниматься этим вопросом. Мы сегодня, исполнительный комитет, комитет ЖКХ, готовы оказать всю необходимую поддержку и помощь в организации этой работы. Сложного на самом деле ничего нет. И тогда будет первый шаг, который мы начнем, по крайней мере сегодня, не дожидаясь, когда у нас в следующем году появится региональный оператор, разделять эти отходы. И уже это позволит даже вот в том виде, в каком есть, той же мусороперерабатывающей станции, эти же 10%, не увеличивая объема, но по крайней мере повысить качество извлечения авторсырья, который будет продаваться на рынке. Это же практически шаг, но мы почему-то от него отстраняемся. Мы говорим, нет, вы говорите про РСО лишь применительно к мусоросжигательному заводу. Да нет, абсолютно не так. Вот я говорю о том, что РСО, потом последующая переработка, какие-то еще дополнительные шаги, они, по крайней мере, уже на этом этапе позволят уменьшить объемы отходов, которые предполагается сжигать. И если сегодня мы вот сегодняшними практическими шагами придем к тому, что у нас будет, грубо говоря, не 500 тысяч тонн отходов направляться на захоронение в городе Казани, а останется 200, и инвестор, говоря о том, что у него порог рентабельности составляет 60% загрузки завода, увидит и скажет, блин, они сделали так, что мне невыгодно вообще здесь строить завод, может быть, это уже будет стимулом для принятия решения. Он об этом говорил, что если его проект, по крайней мере, не пройдет экологическую экспертизу, то они будут пересматривать проект, будут пересматривать место и так далее, и так далее. Но если мы сумеем сделать главное, а для этого надо сделать два шага, если мы сумеем сделать главное, что мы уже здесь на этом этапе уберем то количество отходов, то и завод-то не нужен будет. Но почему-то вот на это мое предложение меня закидали тут гнилыми помидорами, сказали, что ты все это делаешь для того, чтобы увести нас в сторону, это отвлечение, это всякое разное там говорилось, но это ни в коем случае не идет на пользу тому мероприятию, для чего мы здесь все собрались. И во главу угла ставится против МСЗ, а то, что там вторая строчка есть за раздельный сбор, это вот вычеркнули, забыли и все на этом. Спасибо. Давайте я скажу все-таки. Дело в том, что, во-первых, комментарии, во-первых, мы ничего не забыли, мы объявили конкурс проектов по переработке, по раздельному сбору. Извините, великодушно, назовите для телезрителей. Гораб Фальберт Фаридович, председатель антиядерного общества Татарастана. Вот я хотел как раз затронуть и экономику, и энергетику, раз уж заговорили о том, чтобы что-то делать. Сейчас мы, как сказать, не убирали ничего насчет раздельного сбора, переработки и так далее. Мы объявили конкурс проектов как раз по раздельному сбору и переработке мусора без мусоросжигательного завода. Уже несколько человек в этом проекте, в конкурсе решили участвовать. Этот конкурс, итоги его, хотим объявить ближе к осени. Ну, думали, вот в августе, но, видимо, в августе просто не успеем из-за вот этих олимпиад и так далее. Чемпионатах мира. Ну, неважно. Вот. Так что в этом вопросе мы как раз по правильному пути. Мы идем, как сказать, начиная от проектирования, а не то, чтобы что-то сразу сделать, а завод му путь строит. Нет, мы хотим альтернативный проект этому проекту мусоросжигания, как сказать, предоставить. Зачем 28 миллиардов? Они, как сказать, будут потихоньку строить уже начиная с октября месяца в этом году. Вполне возможно. Вы что хотите, чтобы мы до октября организовали раздел мусора и его переработку? И вот, Нет, в октябре начнут строить, он не в октябре не начнет принимать мусор. А потом уже пора, опять мы сдвигаемся. А там уже пора, нужно будет, как сказать, не раздельным сбором мусора заниматься, а кое-чем другим, когда начнут строить, как обещают жители Осинова, они готовы лечь и в траншеи. Пока что-то я их не вижу вообще. Так что, давайте, как сказать, об этом не говорить, что мы, как сказать, альтернативу не предлагаем. Мы, наоборот, дельно. Вот предлагаем как раз рабочей группе в городском, в горе-исполкоме, в который я, кстати, тоже вхожу. Вот помочь организовать этот конкурс проектов по переработке, как сказать, сортировке мусора без мусорожигательного завода. А мы здесь, извините, не ловим, извините, мы... Хотел я, сейчас я Бегкову, вот насчет Бегкова экономика и энергетика, да. Бегкову. Да, Бегкову. Вот дело в том, что ведь этот зеленый тариф пролоббировали как раз сторонники этого мусорожигательного завода. Если бы это им не удалось бы пролоббировать, вопрос бы вообще не стоял. Никто бы и не думал строить мусорожигательный завод. А как они это сделали, имея мощное, как сказать, влияние в правительстве Российской Федерации, они смогли сократить мощности на строительство ветряков, энергетические мощности, и на сокращенное вот, как сказать, количество вставили эти мусорожигательные заводы. Пять мусорожигательных заводов, значит, в Москве и вот здесь, во-первых. А зеленый тариф, он действительно, вот это вот мусорожигание, оно дает где-то в пять раз даже больше, дороже получается электроэнергии. И никто, даже сам Миниханов, президент, заявил, что если, так мол, будет повышение, то мы не будем строить. И один из администраторов, руководителя Республики Татарстан, он и тоже, также прямо заявил, если вот не удастся пробить, провоббировать этот зеленый тариф, то вопрос автоматически снимется. Так что это, вот это вот планы великие по строительству этих мусорожигательных заводов, это результат лоббирования некоторых структур, которые имеют коростный интерес в этом вопросе. Вот и все. Вот дальше. А если взять именно, как сказать, вглубь вопросов по, именно в плане экономики и энергетики, то получается так, что ведь электроэнергия, вырабатываемая, как сказать, на этих заводах, она получается в несколько раз, ну, в десятки даже раз, меньше энергии, которая была бы сэкономлена, если бы вторично использовали или вторично перерабатывали ту же бумагу и так далее, и так далее. То есть, в плане энергетическом даже, как сказать, нету, так называемый энергонету, баланс между затратами и получением, он не в пользу мусорожигательных заводов. Это абсолютно, как сказать, энергетически затратные технологии, в отличие от этого. Насчет опять зеленого тарифа скажу, вот нам говорят, это дает льготы, но действительно, зеленые льготы, и упадут эти цены, то есть, они упадут, не будут в пять раз дороже, допустим, электроэнергии. Но ведь эти льготы, это как всегда, вот сегодня есть эта льгота, ну, завтра она есть два года, а посезавтра, через три года она и не будет, а срок окупаемости завода 18 лет, так что остальные 15 лет, будь здоров, население, плати по полной катушке за этот мусор, за мусорное электричество, так что здесь и в плане экономики тут абсолютно авантюра со стороны тех, которые ее толкают. Уважаемые мужчины, спасибо, вы очень детально излагали и достаточно долго, давайте Гульнас подытожим. Хочу два момента прокомментировать. Юрий Прокопьевич, вот вы, Прокопьевич, извиняюсь, вы сами говорили, что переработку стопроцентную внедрять, технологий много, но они невыгодные, переработку внедрять невыгодные, я вам скажу, я вам скажу больше, мусоросжигание еще более невыгодное, более оно, более того, эта отрасль всегда везде, во всем мире дотационная, об этом говорил в том числе и Путин. Это факт. Более того, есть тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов, он стоит 1994 рубля за тонну, это тариф на МСЗ-3 Москвы, это открытая информация на сайте правительства Москвы. Если посчитать на объем завода в Казани, то ежегодно из бюджета города потребуется 1 миллиард 100 миллионов рублей. Нам говорят, вот, за счет зеленого тарифа у нас будет доход миллиард 800 миллионов рублей с этого завода. Это правда за 16 лет. То есть в год будет всего миллион 100, а остальное откуда? Вот со всего населения всей РФ за счет оптовых потребителей деньги соберут. Хорошо, а вот сейчас в Москве есть 3 МСЗ, они платят из бюджета города Москвы, который в несколько, десятков, возможно, раз больше, чем бюджет Казани, уже сейчас платят вот этот вот тариф на обезвреживание. Они что, перестанут платить? Я в этом сомневаюсь. Так что вполне возможно, что с нас, с вами, в том числе, этот миллиард в год тоже будут собирать. Это первое. Второе, Скандар Анварович нам тут предлагает активно подключиться к вопросу раздельного сбора отходов и обязать управляющей компании на общих собраниях поставить контейнеры для раздельного сбора. Уважаемый, Скандар Анварович, может, вам, как представителю власти, вам обязать управляющей компании поставить во всех дворах контейнеры хотя бы для пластика? Ведь у вас полномочий больше? Более того, терсхемы предусмотрены 11 тысяч контейнерных площадок оборудованных инфраструктурой для РСО к 2025 году. Это обязательство. Микрофон, пожалуйста. У города полномочий в вопросах обращения с отходами нет с 1 января 2017 года. Я об этом уже говорил. Это первое. Это первое. Второе. Значит, как представитель собственника, город обладает сегодня менее 3% жилья. Жилищный кодекс Российской Федерации все вопросы распоряжения общим имуществом на квартирный дом отдал собственникам. У собственников сегодня 97,5% голоса в вопросах управления общим имуществом. У города 2,75% всего лишь на всего осталось. Вы знаете, что блокирующий пакет, как говорится, это 51 или 50 плюс 1 голос. А у нас 2,75%. Поэтому мы сегодня в 2,5 тысячах домов в городе Казани вообще нет муниципальной доли. Они полностью принадлежат гражданам, юридическим и физическим лицам. То есть там вообще никто в принципе. Мы там даже муниципальный жилищный контроль не имеем права осуществлять. Поэтому когда я говорю о том, что у города нет полномочий в этом вопросе, я говорю, это абсолютно осознанно и со знанием дела. Извините меня, Гульнас, но это так. Поэтому я говорю о том, что мы можем помочь, мы можем предоставить необходимые ресурсы для подготовки этих собраний. Там, где наша муниципальная доля есть, мы готовы в них участвовать, голосовать нужным образом. Но сами мы, к сожалению, к большому моему, если вот вы читали мою статью в бизнес онлайн, я как раз об этом и говорил, чтобы нам государство дало возможность хоть каким-то образом участвовать в вопросах управления на квартирами, домами. Мы сегодня там вот имеем, вот кончик ноготка всего-навсего. Мы работаем с предпринимателем, мы создаем для них дополнительные какие-то финансовые преференции, мы реализуем программу льготного кредитования, если уж начали об этом говорить, в рамках которой вот они ставят сетки, и павильоны, значит, упрощенные схемы предоставления земельных участков для размещения павильонов для сбора вторсырья у населения. Но дальше этого мы ограничены вот теми полномочиями, которые для нас установил законодатель. Вот в чем вопрос. А то, что сегодня жители вправе и могут, они вправе и могут, они не должны, да, но они вправе и могут. А с 1 января должен будет региональный оператор, но это будет с 1 января. А сегодня у нас еще полгода есть, я поэтому говорю, так раз мы вправе и можем, так давайте вот это вот сделаем хоть чуть-чуть. А когда вы отдали полномочия? Не мы отдали. Полномочия не отдают, не мы отдали. Федеральный законодатель передал это все на уровень субъекта. Республика. Республика, да. Республика может это делать? Что именно? То, что вы сейчас говорили, мы не можем. Континжер устанавливается в дворах, вы хотите, чтобы республиканское правительство занялось? Выделено на эти следства? Нет. Выделено на эти следствия? Или вы в данном случае, уж извините, я вот сепарирую, да, это не отходы, но позволю себе сепарацию. Почему мы даже малую толику не хотим на себя принять инициативу-то? Нет, 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 нет. Я сейчас, я поясню. Уже несколько раз звучали голоса, что вот власти должны нам поставить эти для пластика отдельно, для этого пластика. Я задавал уже вопрос, по-моему, Вере, да? Сейчас вот, сейчас, Вера, да? Сейчас, минуточку, я дам. Ну, почему мы-то сами не... Я просто могу привести пример себя, конкретно, вот у нас управляющая компания, я живу ни в каком ни в элитном, там в обычном, как говорится, доме, в Новосоединском районе. Два года назад возник этот вопрос. Один раз мы собрались где-то под вечер, да, извините меня за грубость, побазарили. Договорились с управляющей компанией, мы два года уже у нас управляющие комп... Все эти отдельно стоят под пластик, под картонки, и общий контейнер, и, извините, как говорится, будь проще, народ к тебе потянется. И народ, я просто смотрю за соседями, люди привыкли. И все меньше и меньше людей, которые вот швыряют все подряд. Или, тем более, как я в начале нашей встречи говорил, а некоторые умудряются еще и с балконов вышвыривать, чтобы никуда не носить. Вот эту часть мы, уважаемые активисты, представители гражданского общества или его ростков, мы эту-то часть должны немножко тоже, как говорится, продвигать, пропагандировать и принимать на себя. Почему мы все вот власти? Нет, мы хотим решить проблему или нет? Или хотим просто видимость изобразить? Если хотим изобразить видимость, то тогда жильцы будут самоорганизовываться и поставить сетки. Далее, что с этим будет делаться? Мы говорим о том, что нужно глобально подходить. Это часть процесса. Сегодня уже, как говорится, критическая ситуация. Мы завтра утонем. Значит, нужно принимать кардинальные меры. Логично. Значит, нужно уже не снизу, не снизу, а сверху начинать. Вот не и, а и то, и то надо, мне кажется. Мы говорим о том, что мы целиком этим вопросом занимаемся. Почему мы все ли вот так вот ставим, вот в контр? Вот или они, или мы. Смотрите. Давайте и то, и другое. Если исходить... Мы готовы к диалогу. Готовы? А, к диалогу. А к действиям? Мы готовы к действиям. А это и действия с нашей стороны. Вы о чем? Сначала диалог. То есть, без диалога невозможны и действия. Но диалог надо вести с теми, кто в состоянии... Вот сейчас вы опять городским властям предъявляете. Он вам второй раз говорит. Мы не можем. Так подождите. Давайте. 28 миллиардов рублей дадут, и мы... Да, мы построим так вот. Да, 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 да. Это знакомая нота. Прекрасно. Отдайте нам все деньги. Мы сейчас тут... Эх! Можно маленькое замечание? Прекрасно, прекрасно. Нет. Нет. Так, все-все-все-все-все-все-все. Спасибо, спасибо. Вера, вы хотите... Можно я реплику вам скажу? Дайте девушке... Она вначале сказала два слова и с тех пор молчит. Мне обидно за нее. Да, просто вот к нам претензии, что мы не готовы что-то делать. Мы готовы, пожалуйста, будем. В чем это выражается, готовность? Вот я, например, готова пойти в свой ТСЖ и договариваться о том, чтобы дали дополнительные ваги. Так договорите. У меня есть... Так вот, я запросила список компаний, которые готовы вывозить мусор раздельно. Просто Искандер Анварович сказал, что на деловом понедельнике мы предлагаем самоорганизоваться жильцам, потребовать от управляющих компаний, чтобы закупили контейнеры и поставили. Да? Мы готовы идти на перегороды. Отлично. Я говорю, дайте, пожалуйста, список компаний, которые готовы раздельно вывозить мусор. Мне этот список полный до сих пор не предоставили. Об этом пусть у управляющей компании болит. Она должна войти. Нет, голова должна болеть, не управляющая компания. Если я иду в управляющую компанию, у меня ТСЖ. Вот я прихожу к председателю ТСЖ, я уже ходила просто осенью, и мне говорят, ну вы дайте нам конкретику, что конкретно, какие контейнеры, кто конкретно будет вывозить, каких конкретно затрат это стоит. Да, реально. Потому что если я просто иду и что-то говорю, это называется, пойдите, договоритесь, это называется, идите, пока не знаю, куда. Дальше что? Возьми то, не знаю что. Я говорю, что если вы говорите, что мы ничего не делаем, это неправда. Говорю, дайте мне список компаний, которые выводят. Списка до сих пор полного нет. Я вам назвал четыре компании. Да, вы сказали, что список полный готовится. Этого полного списка пока нет. Будет полный список, будем дальше работать, мы готовы. Четыре компаний, которым можно работать уже сейчас. ПЭК, мехоуборка, ПЖКХ и экоприоритет. Я об этом вам говорил и в нашей индивидуальной переписке, и в группе я об этом тоже говорил. Экоприоритет, правда, упустил тогда, да вы меня поправили. Все остальное, но есть у меня список 27 компаний, но достаточно вот этих вот четверых. Вот мы, пожалуйста, дайте полный список, мы дальше уже будем работать. А теперь вы сейчас давайте попробуем. А может, не я прокомментирую? Нет, не хватает. Почему? Потому что мне нужна полная картина экономическую выгоду посчитать, кто где будет ставить. У нас раздельно, они все подряд и выбросят, да? Нет, то есть четыре – это не выбор по нашим временам. Выбор пятна. Вопрос не в том, что вывозили раздельно, а не продавлено. Антон, Антон, я понимаю, а почему вы решили, что в этих четырех компаниях нет раздельного? Нет раздельного, уважаемый. Да, мы хотим сказать, чтобы вывозили с акций по раздельному сбору. Я поясню, у нас на митингах проходят акции по раздельному сбору вторсырья. Вот я лично с Ириной их организуем. У нас проблема каждый раз найти компанию, которая будет вывозить это уже раздельно собранное вторсырье. Мы уже загружаем, по сути, полностью легковую автомашину. И мы вынуждены, да, вот у нас такой объем вторсырья, он относительно небольшой. Но пока мы… Сами возите, что ли? У нас, да, у нас волонтеры вывозят. Да, наши жители. Да, жители поселка. Вы возите? Юрий возит. Юрий из поселка, где живет Гульнара Раисовна, в последних двух митингов и возил вторсырье. Вез лично за свой счет, да. Потому что не готовы маленькие объемы вывозить. То есть такой подход, что типа идите договаривайтесь, конечно, прекрасно. Но только когда мы говорим о конкретике, как это реализовать. Да, вот то, что сказал Антон. Мы хотим видимость какую-то? Или мы хотим реальное решение проблемы? Если мы хотим реальное решение проблемы, нужно реально прорабатывать, да, что и как. Это первый момент. Второй момент, что касается… Я можно это говорю, пожалуйста? Да, наверное. Вот то, что вы говорили, что нет альтернативы мусорожигания. Очень хорошо, что сейчас взяли слово, мне это напомнили. Давайте мы вспомним, что у нас есть федеральный закон об отходах производства потребления. И то, что вы говорите, будет мусорожигательный завод, да, или свалки. Это не так, потому что это записано хотя бы в нашем федеральном законе, номер 89. Да, переработать можно. Технологии есть. Совет по правам человека при президенте России провел конкурс проектов по утилизации. Пожалуйста, можете ознакомиться. Работа Игоря Бабанина. Она была представлена в правительстве еще в 2015 году. Сжигание в 6 раз дороже, чем переработка по этому проекту. Пожалуйста, берите, внедряйте. Был бы желание, да? Есть, пожалуйста, мини-тест на биогазе. Это из пищевых отходов получаем биогаз, получаем компост. Все можно, выгодно переработать. Это гораздо выгоднее. В чем проблема? У нас сейчас перерабатывающие предприятия есть. Просто говорят нам, вот типа пришел инвестор, он готов вложить 28 миллиардов, а типа больше никто ничего не предлагает. С одной стороны, это, конечно, верно. Никто не предлагает 28 миллиардов просто так. С другой стороны, перерабатывающие предприятия у нас уже есть. Я говорил с переработчиками, они говорят, что они готовы брать еще вторсырье. Пожалуйста, просто этого вторсырья сейчас нет. Почему? Потому что все идет в один бак. И, собственно говоря, мы всегда утыкаемся в эту проблему. Раздельный сбор. Это первый момент. Мы пошли по кругу. Еще один хочу поднять очень важный вопрос, что мы все время говорим, переработка, свалки, сжигание. Давайте мы вспомним приоритеты госполитики по обращению с отходами. Что мы делаем для того, чтобы уменьшать количество отходов образующихся. Потому что, когда мы говорим о том, что делать с тем мусором, который уже образовался, это уже поздно. Все, мусор есть, проблемы есть. Нужно эту проблему предотвращать. Нужны меры, и они могут быть приняты только на государственном уровне, которые сокращают то количество отходов, которое у нас образуется. Что вы имеете в виду, например? Мы имеем в виду, например, меры какие-то законодательные, подзаконные акты, законы, которые будут обязывать производителей использовать какую-то стандартизованную упаковку. Материалы, например, которые легко перерабатываются. Например, это отказ от пластика номер 3, номер 6 и так далее. Это оборотная тара и так далее. Минимизация упаковки, потому что мы в последние годы имеем такую тенденцию, что товары становятся все меньше в упаковке, а упаковки все больше. Это все мусор, это реальная проблема. И это можно решать только на государственном уровне. То есть я, конечно, как потребитель стараюсь, делаю, что могу. И стараюсь, чтобы мое окружение тоже к этому переходило. Но пока я иду в магазин, и у меня вот этого выбора, что же взять поэкологичнее, его иногда просто нет. То есть огромная масса упаковки, и это реально можно отрегулировать. Вот почему, например, в массе стран уже запретили одноразовые пластиковые пакеты, а у нас почему-то Ковиси не видят альтернативы этим пакетам. Вот почему так? И, соответственно, если мы принимаем меры, действительно эффективные меры по образованию этого мусора, то у нас уже в Казани будет, например, не 600 тысяч отходов, а 400 тысяч тонн, а может быть 200 тысяч тонн. И тогда эта проблема будет гораздо меньше. Все, Вера, большое спасибо, очень все правильно. Теперь давайте немножечко, чуть-чуть вниз на землю. Вернемся к изначальной теме. Я думаю, что здесь, в принципе, все согласны, что если говорить о АМСЖ, то это часть проблемы. Причем, может быть, даже не самая большая. И часть технологической цепочки. Ну, максималистов уберем, да, о том, что 100% можно вообще там перерабатывать, не сжигать. Максималисты тогда? Нет, 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 нет. Очаровать. Очаровательный. У нас очаровательный просто, очаровательный диспут. Ну, говорит, а ты вот запятую не там поставил. Я хочу сказать, что возьмем в скобки, так вас больше устроит, возьмем в скобки тех людей, которые считают, что 100% и 100% плюс можно перерабатывать, не сжигая. Даже оставшиеся, те, кто согласен на то, чтобы перерабатывать можно 90% без сжигания, ну, согласимся, МСЖ, конечная часть процесса вот для этих людей. Начальная часть процесса, это, да, назовем это социальная составляющая, это приучить нас с вами, население, к тому, чтобы мы просто тупо, как вот эти вот самые, да, рефлекс собаки Павлова, приучили сами себя к раздельному сбору, да. Дальше. Те 14 или там станции, которые фигурировали в первом, да, варианте терпроекта, я не вижу юриста, она устала, отклонилась. Бодритесь, мы сейчас заканчиваем. Вот, они сейчас превратились в какой-то там один, да, один, нет, 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 мы даже, до ночи мы здесь сидеть не будем. Позвольте, я, позвольте, я уже заканчиваю, сейчас вот мы передадим слово профессору Селивановской. Сейчас, одну минуточку, давайте, я понял, что вопрос, можно я четыре слова договорю и сразу вам вопрос, ладно? И вы зададите, отлично. Так вот, мы все, я думаю, здесь прекрасно понимаем, что ну, процесс, во-первых, он должен быть синхронизирован во времени, он должен быть синхронизирован по ресурсам, материальным, организационным, финансовым и так далее. То есть, если мы говорим, что в 22-м, или в каком году должен быть, в 22-м МСЗ первая, так называемая, очередь, тогда, первая колосниковая, это самый котел с колосниками, должен запыхтеть, мы что-то туда должны засунуть, привести, в идеале отсортированный уже, то мы к этому времени, это, пожалуйста, внимательно, внимательно, я исхожу из того, что это все-таки печка начнет работать. Даже вот если мы исходим из того, что она будет работать, мы к этому времени должны минимизировать, минимизировать возможные потери. То есть, наладить раздельную сборосортировку и утилизацию мусора или бытовых отходов, как можно в больших объемах. Если мы это сделаем за 4 года, то зачем нам завод? Знаете, это будет... Вы говорите А, но не говорите Б. Послушайте, 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 послушайте. Я исхожу из того, что он может быть, слышите, я артикулирую, может все-таки оказаться на месте этот завод. И здесь мы выбираем меньше из зол. Если мы хотим получить меньше из зол, мы должны наладить первую стадию процесса, раздельный сбор, утилизацию и так далее. Выбор не такой. Смотрите, пожалуйста. Выбор... Выбор... Чтобы зол вообще не было. Если он... Уважаемый ведущий, не все сразу устали. А давайте, пожалуйста, рассмотрим другую версию и вариант развития событий. Давайте-ка. Как будто мы научились сортировать и нам организовали, это на уровне госорганов все-таки, да? Ну да, вам организовали, да. Потому что у нас нет ресурсов экономических поставить эти контейнеры, заставить мы тоже никого обязать не можем. Никого? Правных санкций мы налагать тоже не можем на того, кто не поставит, на те же управляющие компании, да? Почему? Потому что не можем. Я уже два года добиваюсь ремонта в подъезде в своем, при том, что есть решение Казанской жилищной инспекции, но управляющая компания говорит, что у нее нет средств на ремонт на сегодняшний день в подъезде, при том, что есть решение, на нее налагают штрафы и так далее. Вернемся к тому, что другая версия развития событий. Мы развиваем РСО, раздельный сбор отходов, накопление, переработку. Тогда возникает логический вопрос, зачем нам завод мусоросжигающий на 550 тысяч тонн? Зачем? И сжигать будет просто-напросто нечего. Я хотел вот что сказать. Вот это начало процесса, который мы должны все вместе... Нет, мы рассматриваем вторую версию с вами. Вот вторая. Послушайте, 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 возможно, мы все немножко устали, я стал плохо формулировать мысли, вы стали хуже меня понимать. Я хотел сказать буквально следующее. Как бы там ни было, в 22-м или 23-м году, мы должны начинать вот с этого. Себя воспитать к тому, чтобы наладить раздельный сбор отходов и сортировку, принудить республиканские в данном случае органы власти. И, что мне кажется немаловажно, вот сейчас мы говорим об инвесторе. Мы называли сумму 28 миллиардов рублей инвестиций, это МСЗ. И, как правильно было здесь не раз уже по кругу мы прошли замечено, практически никто не говорил, вот на уровне этого инвестора, да, о том, что, ну, надо же какие-то еще комп-инфраструктуры по сепарации отходов и переработке, прежде чем что-то по технологии правильное дойдет до этой печки, да? Я правильно говорю? Об этом почему-то никто не говорил. Вообще неправильно ставится вопрос. Неправильно ставится вопрос. Вы без микрофона, вас никто не слышит. Слушайте. Вопрос. Смотрите, здесь две противоречащие друг другу вещи. Если мы развиваем РСО и ставим перерабатывающий завод, нам не нужен мусоросжигающий становится и вся инфраструктура, которая около него. Я вашу логику понимаю. Я вас тихонечко подвожу к чему? Что инвестор возьмет и лопнет. Когда мы все это наладим, завод будет не нужен. И проблемы останутся за инвестором. Вот он пусть и расплевывается. А вы знаете, как показывает практика в нашем государстве, как показывает практика в нашем государстве, потом построенный завод будет сложно засунуть обратно. Как мы его обратно? Это же проект чистой страны. Это федеральный проект. Я пытаюсь вас не ввести, а вывести. Я житель села Осиново. Уже лет 30 живу там. Мы сейчас за мусоросжигающий завод. И вопрос его где строить. Сейчас мы уже подводим к тому, что у нас мусоросжигающий завод решает все проблемы, и то есть нулевое захоронение будет. Тут возникает второй вопрос. Где будут захоронения? Зольные шлаки, фильтра, которые использовали. Вот товарищ Бигбов так умело провел эту беседу, то, что у нас нулевое захоронение. Поэтому необходимо к этому подходить. И то, что начали по этому заводу, то есть то, что и Василова строит, и подъездные пути к этому месту. Когда начинает, говорят, у нас Метчин красиво выступил там. Канализация, водоснабжение, электричество, газ, все есть как бы. Еще завод будет производить электроэнергию к тому же. То есть он пользует электроэнергией, еще будет производить электроэнергию. Я вот логику Метчин не понял в этом направлении. То есть он будет газ еще сжигать, и еще мусор сжигать, и еще электроэнергию производить. Понимаете? Нонсенс. Но вопрос еще такой возникает. То есть по инфраструктуре подъездных путей на этом месте нет. То есть у нас вот руководство города, они дальше Вахитовского, Приволжского, Советского района вообще не выезжают. Я так понимаю. Потому что Салават Купер, они на сколько им приезжают. Там нет ни трамвая на сегодняшний день, ни всего остального. Но это другой вопрос. А мусор сжигается у завода. Это две дороги. Это Беломорская и ТЭЦовская. Как они будут загружены, я не понимаю. И то, что когда подводят вопрос, там мусор сжигать или не сжигать, в принципе не сжигать. И второй вопрос, где этот завод будет располагаться. То есть невосины выжигать. Там и так экологическая нагрузка на эту местность, она огромная. Учитывая то, что там расположен оргсинтез со своими. И ТЭЦ, там два ТЭЦа на сегодняшний день расположены. То есть там даже не будет, даже если выбраться никакого не будет, там будет огромный парниковый эффект. Я думаю, профессор продолжит эту тему. То, что эта земля у нас там не будет, она самоочищаться в этом месте. Спасибо. Я обещал дать вам слово для вопроса. Нет, 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 не юристу. Юрист уже все. Ну, давайте делегировать не будем. Вы хотели, вы сказываетесь. Или вы уже передумали. Вперед. Герязова Гульнара Раисовна. Житель поселка Октябрьский. Этот поселок находится рядом с Осиново. Так что эта проблема меня тоже волнует. В самом начале вы сказали, что тут активисты, а жителей Осиново мало. Скажу вам одно, что мы с жителями Осинова и Слават Купере на связи. То есть мы как бы, они нам свои полномочия делегируют, поэтому прошу и СМИ не интерпретировать, не говорить, что жители Осиново это не волнует. То есть на сегодня мы поддерживаем связь и выступаем от имени СМИ. Спасибо за уточнение. Понятно. Ну, чтобы СМИ не проходила неверная информация. Вот, еще хочу задать такой вопрос. У меня пару вопросов. Значит, у меня вопрос. А, кстати, насчет мусора. Вера была права. Она тут постеснялась еще сказать, что проводятся экологические уроки по раздельному сбору мусора. Да? Она просто постеснялась, потому что она сама это проводит. Это производит члены стеснительные. Это, встаньте, Вера, вот, записывайтесь, да, на ее уроки. Хорошо. Только, знаете, делать репост очень опасно. В последнее время стали за это брать 20 тысяч. 20 или 10. Да, только сами приходите. Вот. Теперь мы действительно на митингах, на митингах делаем раздельный сбор, приучаем людей к этому. Там не делаете, а показываете или прям делаете? Нет, так мусор. Весь мусор в Осиново, благодаря активистам, благодаря жителям самим, да, во время митингов собирают. К сожалению, жалко, нет тут главы Осинова, потому что хотела бы прямо на СМИ спросить его. 9 мая он опять-таки обманул жителей, сказал, что МСЗ будет строиться в Айше. Я думаю, Искандер Анварыч этот вопрос как бы, ну, сможет разрешить. Вот к Искандеру Анварычу... Поправить главу Осиновского. Да, поправить волосы немножечко. Вот, скажите, вот, Искандер Анварыч, вопрос к вам. Я просто, когда вы выступали, один из вопросов, да, к вам. Когда вы выступали, вы сказали, давайте мусор отдельно соберем, покажем, что мы можем, что мы можем, да? И тогда от мусоросжигательного завода инвестор откажется. Можете четко сказать, при каких условиях откажется инвестор от мусоросжигательного завода? Рентабельность меньше 60. Это значит, что мне не надо говорить? За инвестора тяжело, наверное, отмечать. Тимофеев заявлял о том, что порог рентабельности завода 60% его загрузки. То есть я так понимаю, что, учитывая экономическую направленность этого проекта, что при загрузке завода меньше 60%, он ему его эксплуатировать будет невыгодно. И значит, он его не будет эксплуатировать. А будет ли, не будет он при этом, это вот я за него сказать не могу. То есть мусор нужно меньше, да? Да, да, да. Так, а как вы относитесь к тому, что я часто бываю в Министерстве экологии, смотрю Госсовет по телевизору, там вот как раз из стеклянных бутылок, в общем-то, вода используется, а тут вот пластиковые, да? То есть вы не поднимали это сами вопрос? Я не понял вопроса. Насчет того, что, да, ну, вот на КФУ тоже в том же роде снабдить бутылками, потому что, когда мы находимся на встречах, подождите, вопрос, вопрос мой, сейчас, хорошо. Предлагаю, значит, вот вы говорите, что у нас забрали полномочия по тому, что там, ну, по мусору, как вообще по отходам, да, с мусором, то по контролю, а контролирует кто у нас? Контролирует Роспроводнадзор, Минэкология и уполномоченный орган в республике. Мы предполагаем, что будут свозиться на мусоропереработку, и потом вы предлагаете на мусоросжигание, а мы предлагаем, чтобы это было, да, на мусороперерабатчивый конечный цикл. То есть в республиканском бюджете заложено. Понятно, что Вера своими вот позитивными, да, уроками и с тем, что мы мусор все-таки стараемся и обучаем, и стараемся как бы отдельно собрать, Вера с этим, и мы тоже, мы с этим не справимся, потому что у нас нет финансов купить контейнеры, да? А говорят, она стеснительная, она уже в президиуме, все в порядке. Да мы сейчас век заменим. Если можно покороче, мы уже почти два часа сидим и как-то... Я не говорила два часа. Скажите, заложено ли в республиканском бюджете? Подождите, вопрос денег волнует всех. Конечно, у меня тоже. Налоговая валетит, знаете ли. Приобретение контейнеров, вы имеете в виду? Нет, вообще, в республиканском бюджете на РСО. Это условие инвестора. Инвестор наберет мусоросжигательный завод безраздельный. На инфраструктуру раздельного сбора и сортировки, вы это имеете в виду? В бюджете, насколько мне известно, эти средства не заложены. А есть ли тогда договор или будет ли с инвестором? То есть откуда возьмутся контейнеры? Это обязанность и задача регионального оператора, который в период до 2022 года обязан создать инфраструктуру по раздельному сбору, сортировке, переработке. То есть мусоросживательный завод построится, а как... Еще раз, к 2022 году, к 2022 году должна быть создана вся инфраструктура и к 2022 же году предполагается строительство МСЗ. Давайте немного в сторону, да? Подождите. Не, 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 мы в сторону давайте не будем. Давайте вот закрываем. Подождите, подождите. Микрофонами распоряжается. Алексей, ну чего, микрофон у него уже полчаса. Подождите, мы вас слушали. Вот вопрос к вам, уважаемый. Все-таки мы как бы, ремарку подводя под ваше выступление, я хочу Искандар Анварович сказать, что почему нет диалога с властью? Потому что вы говорите, что группа созданная, она нелегальна, юридически необоснованная. Вот именно тогда, когда Ильсу Раисович говорит, я там куплю, а я куплю во Франции себе дом. Вы что, все мне поверили? Все СМИ будут писать, что я во Франции куплю, да? То, вот, а Ильсу Раисович тоже на словах сказал. Поэтому, если нужен диалог со властью, если нужно, чтобы активисты работали и помогали, это должно быть в рамках законодательства где-то закреплено. И вот хочу вам сказать, вы говорите, проект МСЗ, такой красивый пирожок, да? То есть, и заплатили за него инвесторы, а вам ничего платить не придется. Ну, то есть, зачем нам такие проекты убирать? Ну, я маленько утрирую. Вы сейчас меня утрируете, это существенное уточнение. Пожалуйста, давайте попробуем без этого обходиться. Зачем же вы взяли что-то, мне приписали, и сейчас хотите меня обличить? Ваша соседка уже обличила, мне хватило. Ну, ладно, не помешаем. Вот, смотрите, всем, наверное, известно, да, все тут читают, кроме бизнес-онлайна, как нам рекламировал Альберт Бигбов, мы еще читаем и другие прессы, Федпресс. 11 мая 2018 года было второе заседание Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов. Мусорный коллапс Московской области и ток цепи ошибок управления. То есть ошибок управления. Подождите, если бы все... Просто дайте ссылочку, все прочитают. Подождите, короткое. Выступление доктора тех... Вот и как раз ссылочка. Выступление доктора технических наук, профессора Неума и Игоря Михайловича Мазурина. Тема отечественной технологии утилизации, проекты мусороперерабатывающих заводов. Вот это выступление, которое не было допущено администрацией НФГО и АГК-1 на общественных слушаниях. Хочу сказать... Вас уже не слышно. Это отечественные проекты, на которые внимания не обращают. Почему? Послушайте, извините, я вас перебью. Я не посказала. Извините, я просто почему вас перебиваю, это невежливо, это крайне невежливо. Но давайте вы тоже будете уважать аудиторию. Вы об этом, обо всем уже говорили. Здесь Гульнас говорил о выгодности, невыгодности. Мы начинаем... Погодите, дайте мне договорить. Мы начинаем идти по третьему кругу. Мы здесь уже почти два часа. Я предлагаю на этом закончить. Мы повторяем одно и то же. Обратите внимание. Я ответил на его вопросы. Ответили. Правильно? Да, вы можете ответить. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Если человек говорит, что он изучил, а при том, что он не изучил, после мусора сжигания происходит охлаждение, контроль. Но вот если вопросов ему задать 10, он тут же и попадет в ловушку. Вы химик-технолог? Вы химик-технолог? Со мной работают экологи. А, все понятно. Спасибо за уточнение. Спасибо. Достаточно. Достаточно. Успокойтесь, ради бога. Дайте человеку ответить. Ну, что же вы кричите-то? Так вы ему не дали. Ах, я не дал. Я уже давно хочу ответить на очень простую вещь. Вот везде звучит «надо», «не должны», «должны» поставить все. Пожалуйста, не перебивайте. Пожалуйста, успокойтесь. И волшебное слово «пусть». Мы уже 25 лет, как, минимум 25 лет, как живем в рыночной экономике. В среде, в среде, в среде, в атмосфере, в атмосфере дарвинизма выживает сильнейшая технология. Очень много говорится об отчетственных каких-то волшебных разработках, о патентах, о многочисленных технологиях, о перерабатывающих заводах волшебных, на которые вы даже 28 миллиардов готовы сейчас попросить и построить волшебный завод. Но, 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 простой момент. Мы были на мусоросортировочной линии. И нам там простым человеческим языком объяснили, куда они ведут батарейки. Батарейки везут в Челябинск. Из Татарстана ведут в Челябинск. Куда ведут бой посуды? Посуду везут куда-то в минеральные воды. Значит, картоном... Я сейчас... Не перебивайте, пожалуйста, я сейчас отвечу. Я сейчас отвечу. Дайте мне досказать. Значит, вопрос у человека был очень простой. У нас есть Минпромторг. Есть, да, есть проект. Минпромторг о создании экопарков. В который должна идти государственная поддержка. Совершенно правильно, что государство обращает внимание на то, что мусоропереработка в чистом виде, и вот этот так называемый рециклинг, вот эти все мусоросживающие заводы, они никому не выгодны. Понимаете, если бы они были выгодны, за 25 лет существования рыночной экономики, у вас бы отрывали с руками и картон, и полиэтилен. Значит, собирают, да. Собирают. Но на мусоросортировочной линии говорят, что у вас требовано всего 10%. А с оставшимся что делать? Куда его? Альберт, останавливаемся. Останавливаемся. Пожалуйста, пожалуйста, вы можете меня послушать. Да, действительно. Давайте, минуточку, вопрос. Уже ничего не стоит, все лежит уже. Все лежит уже, спокойно. Значит, пожалуйста, пожалуйста, вы заслуженный противник всего в республике Татарстан, начиная с атомной станции. Я знаю, минуточку, минуточку, минуточку. Уважаемые, уважаемые участники сегодняшней, я даже не знаю, какой на дискуссии. Мы все немножко устали. Давайте чуть-чуть успокоимся. Мы, вы четырежды перебили его, и я не успел сказать, он ответил так, как мог. Любой человек отвечает так, как может, или так, как хочет. Вы не можете, вы не можете из него клещами вытянуть слова, которые он не хочет говорить. Вы же взрослый человек. Вы это понимаете? Понимаете. Достаточно. Значит, у меня предложение. У меня простое предложение. Антон, давайте закругляться. Все одно и то же. Всем понятны позиции. Позиции всем понятны. Мы ничего нового сейчас друг другу не скажем. Я попытаюсь, если вы сейчас чуть успокоитесь, объяснить, зачем мы вообще все это затеяли. И я надеюсь, что вы меня услышите. Но прежде чем мы к этому перейдем, я хотел бы все-таки закончить на ноте несколько такой академической. Давайте мы дадим слово профессору Селивановской. Хотя, может быть, кто-то считает, что это лишнее. Но, тем не менее, все-таки научное знание по-моему еще какое-то значение имеет. И, может быть, Светлана Юрьевна, вот просто с точки зрения... Ну, давайте пять. Пожалуйста, успокойтесь. Успокойтесь. Дайте ей для начала сказать. Может, у вас и вопросов-то не будет. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Да, пожалуйста. Все. Уважаемые коллеги... Светлана, может быть, покажете? Да, уважаемые коллеги, мы с вами хорошо знакомы, мы с вами уже неоднократно обсуждали все. Я знаю, что вы меня спросите. Вы примерно знаете, что я вам отвечу. Как это? На этом спасибо, до свидания. Но я хотела сказать немножко не об этом, а комментируя вот то, что сегодня здесь происходило. Я хочу сказать, что мы в России, конечно, сильно опаздываем. Потому что первые законы, первые директивы в Евросоюзе и примерно так даже в Америке по отходам начали приниматься в 1975 году. Первый закон федеральный, о котором вы говорили, 89-й, был принят у нас в 1998 году. То есть мы опаздываем на 25 лет. Мы опаздываем не только в технологиях, мы опаздываем и в развитии общественного сознания. И поэтому, наверное, ничего страшного нет в том, что мы пытаемся как бы наверстать и что мы пользуемся теми технологиями, которые у нас есть. Поверьте мне, пожалуйста, наша лаборатория занимается как раз разработкой технологий, биотехнологий, переработки отходов. Мы занимаемся органическими отходами. Это нефтяные отходы, это куриный помет, это осадок сточных вод, это органическая фракция твердых бытовых отходов. У нас есть прекрасные технологии, прям вот экологические технологии с помощью микроорганизмов, переработки и осадка сточных вод, и еще что-то такое. Ну нет у нас потребителей, как бы мы ни пытались, этих технологий. Хотя это все как бы правильно, грамотно и так далее. Значит, хорошие разработки по биогазу у нас были, то есть по, ну в общем, как сделать из отхода конфетку и так далее. Значит, что касается, и вот то, что вы проводите уроки по раздельному сбору, это великолепно, потому что я когда учу студентов, то есть у нас есть целый курс по отходам, и по документации, я всегда говорю, детей надо этому учить с детского садика. Тогда они вырастут, и что-то будет получаться. И это как раз задача нашей с вами, нашего как университета, а вас как экоактивистов, и большое спасибо за, вот мы в уроках чистоты принимаем участие и так далее. Значит, что касается внедрения раздельного сбора отходов. Я сейчас, я уже пожилая, старенькая, сейчас пока сидела, девчонкам с вами написала. Вот наши студенты сами по своей инициативе участвовали в проектах «Зеленые вузы России» и, по-моему, «Разделяй с нами». Вот у нас в нашем учебном здании на Товарищеское 5 поставлена система раздельного сбора отходов. У нас стоят три контейнера, пластик, бумага и остальные отходы. У нас на улице, значит, у нас на улице стоит большой контейнер, который нам поставила экотехнология. И студенты, как контейнеры наполняются, относят в этот контейнер. Контейнер разделен на секции. Когда контейнер заполняется, мы звоним, эти экотехнологии вывозят. То есть это все организовать можно, ну, было бы желание, то есть с моей стороны было только разрешение поставить эти контейнеры и так далее. То есть это все можно делать. Вы совершенно правы о том, что как бы не имеет смысла, ну, и сейчас я буду повторяться, вы уже это слышали, что не панацеей является мусоросжигающий завод. Это часть в цепочке обращения с отходами. Нельзя говорить, что только мы делаем раздельный сбор отходов, да, потому что мы с вами встречались на Эко-ноче, да, у нас в университете, да, с вами, я забыла, с вами, да, с вами. И после меня Ольга Ивановна Гудимова выступала, да, директор Поволжской экологической компании, которая говорила о том, что мы можем это собирать, у нас переработчиков некуда, нам сдавать эти некуда. То есть надо параллельно развивать и раздельный сбор, дальше мы должны в этой цепочке переработку отходов, да, потом я как фанат биологического метода переработки органики, что нам надо еще оттуда не только пластик, стекло, резину, металл, да, огромное количество, что можно изымать, да, и что можно производить, но и органическую фракцию нужно изъять, да, для того, чтобы там газоны засыпать, да, строительные площадки отработала техника, построила засыпать, для рекультивации, например, нефти загрязненного, это все можно, для рекультивации полигона того же самого, то есть не землю откуда-то возить, да, укрывной, пожалуйста, это все можно сделать, но все равно останется фракция, она всегда останется, которую, ну, как бы нельзя утилизировать, и вот тут надо считать экономику, да, что все-таки лучше, вот бросить много на утилизацию, потом все равно что-то будет оставаться, или мы будем получать энергию за счет этого, за счет отходов, потому что, вот, это тоже ведь не секрет, да, мы когда со студентами, вот, например, лучше, извините, три минуты я займу, да, у нас есть такая, сейчас уж не я веду, да, но я вела, есть практическая работа, да, производство велосипеда, то есть вот простая такая конструкция, нужно посчитать, какие затраты, да, то есть что делается, и наносит негативное влияние на окружающую среду, и какие отходы образуются, да, и студенты, как правило, ну, то есть разбиваются на группы, разделяются на какие-то части, и студенты, как правило, забывают то, что на производство велосипеда нужна энергия, да, то есть ни одна машина, ни один механизм не будет работать без электричества, да, для того, чтобы получить, там, сталь, для того, чтобы получить металл, вот, для вот этой рамы, нужна электроэнергия, для того, чтобы получить электроэнергию, да, мы должны сжечь какое-то топливо, для того, чтобы сжечь топливо, мы должны его добыть, нарушить окружающую среду, там, почву и так далее, Поэтому нужно считать экономически, что выгодно и как выгодно. То есть брать энергию, нанося урон окружающей среде, для того, чтобы перерабатывать, утилизировать, мы уже наносим ущерб окружающей среде. Либо мы будем получать энергию. Что касается, вот я сидела сейчас с коллегой, консультировалась тоже, очень часто в наших разговорах звучит то, что вот уже вся Европа, вся Америка отказывается от строительства мусоросжигающих заводов. Ну, во-первых, это неправда. Есть информация о том, что сейчас около, ссылочку вам могут дать, подождите, я ни разу вас не перебила. Значит, есть информация, ссылочку можно дать, что сейчас там, могу цифры переврать, там порядка 1700 заводов, к 2020-му планируется в мире порядка 2500-2700 заводов. Почему такая информация, что не строят заводы? Потому что, я начала с этого, мы опаздываем. Особенно в европейских странах, где маленькая территория, это у нас в России, мы могли загаживать сколько угодно, пока у нас города не стали подобны вот Сатурну. Они озаботились этим раньше, у них есть мусоросжигающие заводы, они были построены. И вот эти мусоросжигающие заводы дали им как бы передышку с тем, чтобы сейчас они разрабатывают систему раздельного сбора, переработки, и у них все меньше будет поступать на сжигание. Но если бы они не построили эти заводы, то есть они у них сейчас уже есть, им этих заводов хватает, и поэтому количество резко не возрастает. Вот давайте на этот процесс мы посмотрим вот с такой логики. Да потому что есть, это правильно, я еще раз говорю, нет, нет, не бывает таких технологий, не бывает. Экономический уклад был другой в Европе и в Советском Союзе. Экономический уклад был другой подход был. Вы знаете как, с этой точки зрения, если мы не хотим, если, во-первых, мы говорим о том, что мы отходы в данном случае... Пожалуйста, дайте договорить человеку, вы можете договорить-то, вы можете поговорить? Понимаете, не надо, я еще раз, и я это уже говорила тоже, да, это должна быть обязательно грамотно выстроенная цепочка. И давайте мы ее будем выстраивать. Еще раз, завод не заработает завтра. Да, я хотела сказать... Подождите, подождите, подождите. Вот я еще... Вы из конца или из начала? Значит, коллеги, вот я разговаривала со специалистами, которые говорят, что этот завод вызывает очень много вопросов. У этого завода есть одно с точки зрения экологии, неоспоримое преимущество. Это, наверное, один из немногих проектов, который процедурно будет проходить все этапы. То есть изыскание экологической экспертизы, государственной экспертизы. Значит, я не могу сказать, где, но экологическую экспертизу должны проводить, она будет выставлена. Значит, насколько... Еще раз, насколько я... Вот этот вопрос я не могу обсуждать, потому что я не очень понимаю аргументацию, почему эта территория как бы уже определена. Потому что в соответствии с логикой экологической экспертизы должны рассматриваться несколько мест, несколько площадок. Подождите, подождите. Значит, я вот в данном случае, я не понимаю, я не понимаю, не могу сказать. Вот давайте посмотрим результаты экологической экспертизы. Они точно должны рассматривать это место по результатам экологической экспертизы. Оно будет опубликовано, так же, как опубликована экспертиза. Я хочу ответить на вопрос. Является ли вы достижением возобновляемой энергии? Возобновляемой? Да, да. А почему она? Нет, зеленая и разная. Это немножко разная вещь. Значит, нет понятия... Нет понятия... Значит, возобновляемые источники энергии – это одно. Возобновляемая энергия – это другое. Значит, законы предоставили, как он зеленый. Еще раз, я эколог, биолог. Я на такие вопросы не могу вам конкретно ответить. Единственное, что могу сказать, то, что по мировой практике такая цепочка существует. Насколько будет негативно влиять этот завод? Понимаете как? Вот мы на экологов учим в течение четырех лет магистратуры. И мы людей учим считать, как вы, наверное, считали. Рассеивание, накапливание и так далее. Я в этом, в данном случае, вот в этих расчетах не специалист, поэтому я посмотрю экспертизу, я знаю, где посмотреть методику расчетов и скажу, что да, вот это вот рассчитано, и да, вот здесь есть эффект. Вы читаете... Еще раз, я... Вот еще раз, я читаю курс, читала курс отходов. Еще раз говорю, я специалист по биотехнологиям. Но общее... Еще раз, еще раз. Общее представление о цепочке, о жизненном цикле отходов я прекрасно представляю. И я прекрасно представляю, как это выглядит и как это должно выглядеть. Светлана Юрьевна, бесполезный способ. Ну, дальше у нас сейчас это превратится в базар. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Все, Светлана Юрьевна, давайте закончим, мне кажется, это уже бесполезный разговор. С какой точки зрения посмотреть? С какой точки зрения посмотреть? Потому что в том случае... Сейчас. Вот, посмотрите, пожалуйста. Если мусор, этот мусор не является однородным каким-то тем самым... Да, он состоит из различных фракций. Поэтому мы говорим, что сначала должен быть раздельный сбор. Потому что действительно отсортировать из общей кучи сложнее и менее эффективно. Вот есть утильные фракции, и это ресурс. А есть фракции, которые неутильные. И это уже как ресурс не могут... Нельзя, потому что они в таком состоянии... Нельзя, потому что они в таком... Сейчас. Сан-Франциско, да, да, я помню. Нельзя, потому что они в таком состоянии, когда технологически и экономически. Это нерентабельно. Коллеги, давайте будем закругляться. Давайте, давайте будем закругляться. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. я думаю что сейчас сейчас мы вам покажем короткую фильму послушайте вы фильм пропустите вы потом пообщать вы не могли бы потом пообщаться с профессором давайте мы будем закругляться еще раз мы примерно три раза прошли по одному и тому же кругу к счастью или к сожалению но это случилось это случается как правило во всех таких довольно длинных и болезненных дискуссиях и здесь я никого не хочу не осуждать не пальцем тыкать и так далее единство что я сейчас хочу как человек который старается держать слово полчаса назад я обещал дать слово реплики вере для вере реплю для трехминутной картину посмотреть да конечно рекламу рекламу той жвачки которую в сан-франциско перерабатывают да 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 вы просто эти женщины очаровательны я вам сейчас кино покажу она что будет то есть я сейчас покажу а до 3 минуты а вот три минуты радость моя хорошо с профессором с профессором она никуда не уйдет я ее придержу я ее придержу мы сейчас выйдем попьем кофе вы поговорите с профессором только чуть-чуть три минуты терпеть три минуты вер пожалуйста я хотела сказать по поводу европы по поводу того что там есть заводы да это факт то что они продолжают строиться это тоже факт только мы должны помнить о том что проект чистая страна принят в декабре 16 меня будут чуть подольше все таки в январе 17 года вышла коммунике еврокомиссии в котором рекомендовано отказаться технологии мусорожигания до полностью не отказываются но призывают мусорожигательные мощности сокращайте старые выводить из обороты мы должны помнить это первый момент второй момент то что вы говорили швеции мусор закончился они его завозят да только я не знаю в курсе вы или нет что на мировом форуме циклической экономики в июне 2017 года представители швеции заявили о том что хотели бы отказаться от данной практике они говорят о том что они попали в ловушку мусорожигательных заводов что они понастроили мусорожигательные заводы когда когда у них не был развит раздельный сбор и переработка а эти заводы должны быть загружены по полной и теперь они в ловушке они развили переработку а сжигать все равно нужно потому что нужно загружать заводы и хотелось бы напомнить о том что у нас в россии тоже будут так называемые концессионные соглашения что это такое в москве например по воскресенскому району такое соглашение уже опубликовано показаний нам инвестор выдать сведения отказался но мы знаем однозначно что такое соглашение будет что это значит что когда инвестор приступает строительству все договоры подписаны если по нашей вине по вине город казани мусорожигательный завод будет не до загружен то мы должны будем из бюджета оплатить ему недополученную прибыль то есть мы здесь можем усортироваться у перерабатываться просто в хлам простите да за мой французский но тем не менее мы должны или загрузить мусорожигательный завод по полной или платить ему деньги это факт а есть цифры по москве сколько это за килограмм мусора следующие моменты по тому какие там фильтры и так далее есть данные новых исследований 2015 2016 году они опубликованы которые свидетельствуют о том что у проживающих не по близости от мусорожигательных заводов в италии и в испании женщин повышена концентрация диоксина в грудном молоке о том что у женщин чаще случаются выкидышей у женщин в возрасте от 15 до 49 лет выкидышей случается чаще у тех женщин которые проживают в близости мусорожигательных заводов вот нам это надо мне кажется нам это не надо да вот то что сказал госпожа ливановская то что какие-то биологические технологии до переработки мы этого целиком и полностью поддерживаем это что у нас рыночная экономика до открытая мы все понимаем что это ну не совсем как минимум так и мне кажется что нам нужно прикладывать усилия для того чтобы как раз альтернативные технологии были выгодными и хотелось бы еще заметить следующее что территориальная схема по обращению с отходами который разрабатывалась два года и стоило 20 миллионов рублей это наши деньги наши налогоплательщиков да и эта территориальная схема не соответствует приоритетам госполитики по обращению с отходами потому что она вся заточена на мусорожигание как сказала юрист елена бекташева который рассматривал эту территориальную схему все отходы по сути там должны быть вывезены на сжигание потому что потер схеме 550 тысяч в гонда образуются и 550 тысяч до мощный завода соответственно 20 миллионов из бюджета вы знаете что вот я читала на днях статью компании экоприоритет который ставит сетки для пластика то есть говорят не выгодно перерабатывать есть нюансы по какие-то фракции отдельно если мы рассматриваем сейчас да не выгодно но если мы говорим в целом про утилизацию мусора это выгодно и я читала что 10 миллионов потратили на установку 1300 сеток плюс у них логистик вот у них затраты 10 миллионов за больше чем год у нас тер схема стал 20 миллионов это значит что что мы во всей казани могли поставить баки для раздельного сбора отходов за несколько миллионов да это бы соответствует приоритетам госполитики прекрасно могли бы раздельно собирать мусор и не было бы тогда необходимость устроить мусорожигательный завод и следующий момент хочу сказать что мы движение против мусорожигательного завода мы не просто кричим что мы против мы реально пытаемся что-то сделать насколько мы можем простые жители до без каких-то особых денег без инвесторов без каких-то родственных связей как сократить образование отходов у нее у всей ее семьи за год такая маленькая баночка отходов собственно говоря если каждый действительно возьмет на себя ответственность за это гудини просто какой-то гудини следующий момент баночка за год у семьи до с детьми до вероятку я всем я буду всем я приходить это это уже теперь меня никто не остановит сверху большое да можно еще маленький мам пара маленьких анонсиков в эту субботу в горкинском и тиском листу рекламу разделяясь нами ну эту рекламу просто уберут из эфира вы напрасно сейчас будете говорить но господина новской говорил разделяясь нами но если кто-то хочет научиться да пожалуйста мы приглашаем спасибо спасибо большое спасибо большое вот все-таки хорошо когда выступают женщины до другие женщины их из солидарности женской стараются не перебивать хотя есть такие которые перебивают всех и всегда обещанное кино сейчас буквально две с половиной три минуты вы сейчас услышите часть доклада на заседании при совета по институтам гражданского общества при президенте примерно обобщающие все о чем мы здесь говорили и самое главное реакцию президента путина на ваши слова на ваши в рамках национального проекта чистая страна планируется строительство пяти мусоросжигательных заводов подмосковье и татарстане а потом еще семи помимо значительного вреда экологии здоровью населения не учитывается что мусоросжигание не соответствует основным направлениям госполитики в этой сфере профильный закон об отходах производства и потребления устанавливает 6 приоритетов мусоросжигание находится на последнем шестом месте это экономически неэффективно строительство и эксплуатации мусоросжигательных заводов крайне дороги при том что затраты на сжигание примерно в шесть раз превышают затраты на переработку раздельно собранных отходов мсз предназначены для сжигания раздельно собранных отходов чего в россии пока нет и неясно когда появится сейчас перед россией стоит выбор либо мы воспользуемся опытом цивилизованных стран и создадим цивилизованную эффективную систему переработки отходов либо остановимся на технологии мусоросжигания и самостоятельно пройдем тот путь на который страны европы и сша потратили 20 лет пути вы потом понять что мусоросжигание это тупик который похоронит переработку вы сказали что нам целесообразно воспользоваться опытом цивилизованных стран примерно 1500 в мире успешно функционирующих заводов по сжиганию 1500 некоторые из них находятся в центре самых крупных европейских мегаполисов в лондоне в париже берлине даже швейцария которая которая является лидером по по переработке отходов не по сжиганию там 50 процентов этих отходов идет на сжигание 50 на переработку 50 на 50 вот таков опыт на сегодняшний день вот есть еще одна деталь на которую я хотел бы обратить внимание вы сказали что нужно прекратить сейчас строительство вот этих перерабатывать точнее заводов по сжиганию пока мы не научим людей отдельно собирать различные виды отходов а когда мы их научим как это будет долго продолжаться понимаете такой сложный такая сложная вещь как как оказалось не скрою я просто еще год назад считал что это решается где-то на региональном муниципальном уровне сейчас понятно что это явно недостаточно и что нужно предпринимать усилия уже с федерального уровня в том числе вот там кто-то пороги вот эти прямые линии но вот на прямых линиях как раз люди с ним обращаются это уже польза не маленькая что мы занялись хотя бы с их подачи вот этим на федеральном уровне но но это не значит что я против того что вы сейчас сказали я нет я нет я не против надо только посмотреть внимательно проанализировать все о чем вы сказали на и если есть какой-то другой кроме сжигания способ ликвидации этих отходов более прогрессивные более экологичные то конечно надо им воспользоваться мы обязательно посмотрим я вам обещаю но и уже точно с чем я согласен из того что вас сейчас сказали это то что нельзя определять места значит географию расположения этих заводов без консультации с людьми без без работы с теми людьми которые живут на лежащих территориях так исторически сложилось что в центрах крупных как я уже говорил европейских мегаполисов там есть вот в европейских столицах но прям непосредственно в близости от разумеется жилья потому что это в центре почти городов находится но вы право в том что мы то часто только приступаем к этому поэтому здесь нужно очень бережно относиться к решению вопросов подобного рода и обязательно на это тоже внимание обращают вот смотрите я просто почему мы этот фильмик при маленький да этот фрагментик приготовили наконец ну во первых вы убедились что аргументы прозвучавшие здесь до прозвучали во многом если не на 95 процентов там это первое второе что президент при всем при том мы должны понимать кто здесь у нас в стране принимает решение да мы не случая с этой точки зрения вы должны понимать почему мы этот ролик показали но при все при том никто не может сказать вот здесь много говорилось о том что власть власти не обеспечивают вот они должны его даже никто не может сказать что вот даже до таком уровне до нагорным горнем выражаясь каким-то там поэтическим или высоким штилем уровне не слышат если долго мучиться что-нибудь получится еще одну цитату в завершении сегодняшней нашей встречи тоже из песни не оставляйте стараний маэстро у нас у вас у нас впереди насколько я понимаю общественное слушание потом общественно-экологическая экспертиза потом государственная экологическая экспертиза и когда вся документация уже будет собрана и и все замечания по идее по идее до идеального у нас малому по идее они должны быть собраны учтены после этого будет приниматься окончательное решение я не хочу предвосхищать события не хочу сейчас говорить там да сейчас мы все взорвем похерим ничего не будет или да все равно все будет просто я хочу сказать что мы сегодня устрою эту встречу в том числе в том числе для того чтобы вы сами между собой еще раз осмысленно вот со стороны свои же собственные аргументы может быть перепроверили и когда я часто оппонировал противникам вы тоже должны это правильно понимать я оппонировал вполне сознательно чтобы ваши аргументы были четкими чтобы они были выверенными чтобы мы не играли цифрами мы с одной стороны говорим что достаточно рентабельно 60 процентов а это далеко не 550 тысяч тонн с другой стороны пытаемся пытаемся совместить 9 550 совпало тут увидели два числа совпадают значит это одно и то же нет эти нюансы есть и если вы не хотите своим оппонентам дать в том числе и даже казуистическую возможность вот таким образом оппонировать вы как юрист понимаете что это тоже важно с вами будут спорить и с вами серьезно будут спорить вы должны думать и об этой части о том как сформулировать аргументы что существенно что менее существенно что вообще должно быть отсечено из аргументации и нигде и никогда ни при каких обстоятельствах не повторяться потому что вы начинаете утомлять своих контрагентов утомляться сами разговор переходит как принято говорить абсолютно не конструктивную плоскость спасибо вам за терпение за понимание за неравнодушие я хочу сказать вам что помимо всего прочего вот мы здесь сейчас собрались мы вы это такие маленькие такие хиленькие такие на загаженных полигонах до среди отбросов среди всяких диоксинов но но ростки гражданского общества граждан ростки гражданского растите поливайте друг друга дышите свежим воздухом и приходите к нам когда мы вас еще раз пригласим вас ждет кофе со светланы юрьевны спасибо спасибо всем